Вот убей, но я не понимаю, почему «Спартак» не ходит на кубок. Движуха ассоциировалась с Катанаевым, а Катанаев с движухой. Это было неразрывное целое. Почему он не имеет права комментировать? 15-летнему пацану сложно было понять, что «Фратрия» зарождалась под габаней. Всеми нами любимая и уважаемая администрация, которая на Старой площади у нас. Хочешь поднимем вообще жесткую тему? Конечно, хочу. Пришло время для организации, назовем так, нового ВОБа. Ох, сейчас меня начнут там полоскать. Полоскают, полоскают. Но почему не рассказал, как был президентом мини-футбольного «Спартака» и как «Ниндзя» из «Кабанов» обанкротил этот клуб? Make fanatism great again. Ого. Всем привет. Меня зовут Антон Дорофеев. И это проект «Вдвижи». Проект, который честно и объективно рассказывает вам о футбольных фанатах. В начале этого года у нас был выпуск с Вовы Японцем, который очень вам понравился. Посмотрело его практически 150 тысяч человек. И уже тогда в комментариях писали, что нужно повторить данный разговор. Ну а мы что? Мы можем повторить, как говорится. За моей спиной дом правительства Российской Федерации, так называемый «Белый дом». И вы знаете, в этом есть некая ирония. Потому что ведь фанатизм и фанатское движение — это слепок государства. И как в правительстве у нас могут быть разные течения, интриги и так далее и тому подобное, такое же может быть и фандвижение. Ну, сегодня продолжим и эту тему, и поговорим о делах насущных, которые сейчас происходят. В общем, должно быть интересно. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и будьте готовы написать комментарий. Это «Вдвижи». Точно историю скажу, как мы провели 4 октября 1993 года? 4 октября 1993 года? Вот по этому красивому зданию лупили танки. А у нас в стране праздновался день учителя, который нельзя отменить, естественно. И вот мы пришли в школу. С утра уже там какой-то канонад, по-моему, раздается, уже бабахают. А у нас в школу, у нас уроки идут. А день учителя праздник. Короткий день, естественно. И после окончания дня мы запираемся в классе. Вместе с классной руководительницей закупили шампанского. Нам по 13 лет напоминает. Седьмой класс, шестой, седьмой, наверное, восьмой. Начинаем дико бухать в классе. Но так как душа требует на волю, мы, естественно, выходим из школы, закупаемся еще водяры шампанского. И всем классом мы идем во дворик бухать. И вот мы сидели там недалеко от Покровки во дворике. Дети на детской площадке бухали водку шампанским. А танки расстреливали Белый дом и прям бабах, бабах под канонаду. Сильно. Вов, привет. Рад тебя видеть снова в нашем проекте. Привет. И хочется, прежде чем приступаем к обсуждению новых каких-то тем, вернуться к старой программе, потому что было очень много комментариев. Конечно, 80% из них это восхищение твоей честностью и разочарование фанатизмами. Потому что все, да вот, и там эти деньги, все куплено, все проклято и так далее и тому подобное. Я сейчас назову десяток топовых бойцов, которые убегали или где-то не выходили откуда-то. Union позвонили школьникам и сказали, этот человек с нами, он наш, и трогать его не надо. И все такие, будьте здоровы, Юрий Евгеньевич. Менты врывались на сектор там, дубьем направо-налево, все естественно в разные стороны разбегаются. Две девчонки следили за Рабиком. Может быть уровне информации. В определенной группе лиц небезосновательно. Казалось, что они там в обе слишком дохера себе позволяют, что верните-ка Танаева, верните-ка Танаева, верните-ка Танаева. Рак. Если ты организовываешь бойкот, ты должен быть уверен в том, что тебя полностью поддержат. Если тебя не поддержат, не делай этого. Целый ряд комментариев был связан с последствиями для тебя после программы. То есть люди прямо переживали откровенно. Не стоило, все в порядке. Ну никакие последствия, ничего такого. Да в принципе-то что я такого сказал? Я же никого не оскорблял, нигде не наврал. То есть что было, то и рассказал. Поэтому как бы последствий никаких не было, а по реакциям. Но я думаю, что у тебя такая же была абсолютно ситуация, как у меня. Через 20 минут после выхода программы сразу же раздался звонок. У тебя тоже? Нет. Нет? Ты имеешь в виду Александра Шпрыгина? Да. Нет. После выхода программы раздался он Александра Игоревича, который поблагодарил за добрые слова в адрес ВОБа. Но мы с ним в одном моменте не сошлись во мнениях, скажем так. Как бы не буду, что называется, передавать детали разговора. Но в целом он положительно оценил нашу с тобой работу. Ваша совесть, ваше право выбора. Ну, дай бог. Пускай. Я на самом деле читал очень много критических моментов. Даже у тебя на канале. Кстати говоря, подписывайтесь на телеграм-канал. «Когда сакура цветет», так называется. Когда люди писали, что зачем тебе все это? Какая мотивация? То есть мы даже понимаем, кто это писал. И вопрос такой. Зачем тебе все это нужно? Мотивация того, что ты рассказываешь это? Я считаю, что не нужна никакая мотивация, чтобы рассказывать какие-то правдивые истории. То есть для правды какая нужна мотивация? Зачем? О том, что, типа, зачем я вообще эту правду рассказываю? Ну почему я не должен это рассказывать? Ну это моя жизнь, мои воспоминания, мой блог. Как, где я в чем участвовал, о том я и рассказываю. Поэтому, ну, я вообще, в принципе, не считаю нужным объяснять кому-то, почему и зачем я что-то рассказываю. Какую цель я преследую? Глобальную, неглобальную? Да никакую. Просто мне вот нравится вот так вспоминать о чем-то, что-то мне нравится писать. Я считаю, что это, ну, наверное, интересно, раз люди читают, люди подписываются. Я стараюсь максимально не окрашивать в какие-то тона каких-то людей, какие-то истории. То есть просто излагать голые факты, что называется, а оценку этим событиям пускай там дают читатели и так далее. То есть даже в тех моментах, где я рассказывал про какие-то, ну, внутридвиживые конфликты и так далее. И опять-таки я не говорил, что вот эти плохие, а эти хорошие. Ну вот так случилось. Вот люди приняли такое решение, что называется. Ну, кто хороший, кто плохой. И если вообще такая градация в этих темах, скажем так, в этих историях, я не уверен. То есть, ну, везде у всех есть какие-то мотивы, чтобы совершить те или иные действия. Оправданы они, соответственно, собственными интересами. И поэтому, ну, для одного человека эти действия людей в этих историях будут положительными, для другого отрицательными. Наоборот. Это просто констатация фактов. Ты в той программе как раз вспоминал Ивана Катанаева, который тоже последнее время... Много-много раз мы с тобой его вспоминали. Да. Который в последнее время очень тоже едко так с язвой такой высказывается относительно там фан-движения. И, ну, ты сказал о том, что ты с Иваном дружишь. Это твой друг. И, кстати говоря, в комментариях некоторые писали, что не просто так эти двое всплывают. Что-то сейчас должно, видимо, произойти. Что вы, может быть, я не знаю, возглавите снова фан-клуб. Я уж не знаю что. И, кстати говоря, опять же в твоем канале тот же человек написал о том, что не Ивану подобные вещи говорить. Потому что то, как он обращается к людям с неуважением, то, что он сам участвовал в делах очень неприятных. Не ему быть таким пророком. Что ты по этому поводу думаешь? Да, ну, опять-таки, у каждого свое мнение. Кто-то считает, что не Ивану здесь что-то комментировать. А я считаю, почему нет. Почему вообще, в принципе, возникает такой вопрос, что, типа, ты не имеешь права что-то там комментировать. Он не имеет права что-то там комментировать. Он не имеет права свое мнение высказывать. С чего вдруг? Просто, ну, вот с чего? С чего вдруг? Потому что бэкграунд, который был у человека. Я бы мог сказать, что какой-нибудь Карлик Фантомас, без года недели на трибуне находящийся, вот он не имеет ничего права комментировать. Потому что просто даже нет жизненного опыта, нет фанатского опыта. А Катанаев, который эту движуху там, в ней жил несколько лет, и она движуха ассоциировалась с Катанаевым, а Катанаев с движухой. Это было неразрывное целое. Почему он не имеет права комментировать? Ну да, вот он такое мнение. И потом, ну, вот последний его комментарий по поводу... Того, что он 9 лет назад был прав, да. Да, да, да. Вот опять же, понимаешь, они, вот какие там формулировки? Они дураки, меня не слушают. Ну, это такое, блин. Естественно, ну, это же Катанаев. Ну, никто-то ждет от него, что он будет сейчас розовой краской единорожков рисовать. Ну, нет, конечно. Можно бы просто написать, я был во всем прав. Без обращения к людям, можно? Да, проблема была в том, что не то, что дебилы его не слушали что-то, а в том, что он упомянул вот эту историю, что вот сейчас гордимся дымами в великих луках. И я потом тоже через пару дней тоже написал пост о том, что, как бы, ну, поэтому по соц. опросу... Интерес в угол упал, да. И я тоже написал, что, типа, а теперь гордимся дымами в великих луках. Я ничего против не имею. Пацаны ультрасы молодцы, дымят, устраивают, что-то пытаются сделать, ну, хоть какая-то жизнь, но сохраняется. Естественно, в этой... И ничего плохого в этом нет. Но... Я говорю о другом. О том, что гордиться этим... Вот рассказываете, показываете как достижение, что в великих луках, там, в какой-то второй лиге мы там зажгли дымы. После того, как десять лет назад наша движуха была реально топовой в Европе. То есть, там, мы на уровне легии какой-нибудь были, там, лучших ультрас представителей вообще, в принципе, европейской культуры. И сейчас мы рассказываем, что у нас офигенная движуха, мы в великих луках дымы поожгли, блин, но это странно. В великих луках движуха зажгла дымы, молодцы, все прекрасно. Но если вспоминать, что у этой движухи в нашей еще было, там, даже не десять, меньше лет назад, и на каком уровне эта движуха была и гремела по всей Европе, то, ну, становится как минимум грустно от того, что сейчас крутое достижение – это 20 дымов в великих луках. Вот от этого грусть. И от этого хочется что-то изменить и сделать так, чтобы движуха каким-то образом, ну, хотя бы снова приблизилась опять к европейским топам. А как она будет приближаться, если мы не играем в Европе сейчас? Как ты будешь сравнивать? Ну, а как сравнить? По картинкам, по видео. А, вот так. Ну, понятное дело, что если две крутых команды играют, то там два перфа, там, Шиза и пиротехника, то, естественно, все сравнивается вот так. Но мы с тобой в основном сейчас, если смотрим какие-то европейские паблики фанатские, ну, там, каком-то матче, там, не знаю, необязательно дерби. Эти там сделали такой красивый перф, эти здесь. Понятно, что сейчас фанайди нет возможности ходить на большие матчи, но, опять-таки, но некоторые команды типа Зенец и СК нашли себе такую возможность. И Динамо частично. Частично. Мы находимся у места, которое в свое время носило название подвал, неофициальное название. То есть у этого места не было какого-то официального названия. Это здесь находилось, вот здесь в подвальном помещении находилась столовая банка, которому принадлежало это здание, соответственно. Один из наших болельщиков, фанатов Толи Герцен, он был директором этой столовой, условно говоря. То есть днем он кормил банкиров, а вечером в его заведение стекалось разное, от олигархов до маргиналов, публика со всей Москвы, что называется. Практически каждый день. То есть если поначалу это были выходные, пятница, суббота, плюс-минус, когда футбольщик посмотреть, то постепенно-постепенно тут уже чуть не каждый вечер стали собираться тусовки. Место, ну, по мне, так, наверное, даже более легендарное, чем Small Pub или чем Hardcore, потому что именно здесь, в этом месте, зарождалась и Фратрия, и вся вот движуха, которая вот есть сейчас, что называется. Начиная с 2003 года примерно, само место раньше функционировало, там ВВшники собирались, они там тусовались, вот, но именно вот слияние, так скажем, интернет-публики, более взрослых болельщиков с нами, тогдашней, там, основой, хулиганьем, фанатиками, ультрасами, оно случилось вот именно в 2003 году, и первое, скажем так, когда вот мы сюда приехали, это был финал Кубка. После финала Кубка третьего года, вот, как бы, первый раз я здесь оказался, что называется. Из того момента постоянные здесь тусовки, здесь, что только не происходило, пьянки-гулянки, плюс сюда привозили и ветеранов на встречи, и, там, действующих игроков, здесь же произошел первый контакт с сербами, сербы сюда приехали в том же самом, там, 2005 году, если не ошибаюсь. Все, в общем, все, что зародилось тогда, зарождалось тогда, все начиналось отсюда. Это место было еще уникально тем, что, повторюсь, это было здание банка, и попасть сюда вечером, ну, человеку, который не имелся доступа, не представлялось возможным. А как этот доступ избранным людям предоставлялся? Вход был, вот, не отсюда, с улицы, с арки, а вход был, соответственно, с переулка, и, чтобы зайти, нужно было пройти охрану. На охране сидели вооруженные люди обычно, которые охраняли банк, соответственно. Звездой охраны была девушка, такая, такой прибалтийской внешности, наверное, такая, она блондинка, с длинными, такими прямыми волосами, высокая, такая фигуристая, и у нее на поясе висела кобура со стволом. Ох, я представляю, какое внимание к ней. Да, первое, чтобы пойти сюда, надо было пройти через нее, соответственно, как бы, ну, никакие кони, там, никто сюда не приезжали, они, по-моему, как-то раз что-то приехали, ну, никого, естественно, попасть сюда невозможно, ходить к ним, видимо. Так, подожди, а что надо было сказать, кодовое слово какое-то, ну, она же не могла всех в лицо знать, эту девушку. Ну, какие-то там были пароли, там, явки, что-то там, уже не помню, там, ну, и потом, да, она и в лицо уже начинала узнавать, ну, когда одни и те же люди каждый день сюда приходят, конечно, она аж тоже, ну, кого-то запомнила, Кто-то там ей улыбнулся, кто-то там что-то ей подарит, не знаю, там. Ну, такая, то есть, вот все свои знали, как, что, куда идти. Чужих, чужим пройти было невозможно. Когда здесь все это закончилось, ваше веселье? Это закончилось, ну, вот уже когда чемпионат мира 2006 года шел, уже этого места не было. Оно уже закрылось. Наверное, что-то типа начало 2006 года, скорее всего, где-то примерно так оно закрылось здесь. Сколько получается, там, пятый, четвертый, третий, то есть, год три-четыре. Это прямо вот было самое наше центровое место, где вот все, каждый вечер, после, там, не знаю, побед, поражений, чего угодно, тусовки, дни рождения, все это происходило здесь, и все это именно здесь и зарождалось. Большое было помещение внутри? Там нет, не очень большое, там именно подвал такой получался, то есть, был небольшой зал, ну, как небольшой, там человек на, не знаю, 20-25, вот, с барной стойкой. Потом был соседний зал, ну, еще больше, там, наверное, там, человек на 50, наверное, такой был. А плюс еще там подвал шел, там, комнатка директора столовой, комнатка эта, там, зальчик и тот, и, то есть, можно было там распределяться, разделяться и по интересам, и, то есть, там, зашел сюда и утром вышел, что называется, через три дня. А почему она закрылась-то? Ну, я тебе точно не скажу, ну, наверное, там, может быть, банк закрывался, там, перепродавали что-то, ну, какие-то финансовые истории, то есть, именно связанные с банком, потому что это, прежде всего, это была столовая банка, соответственно, ну, может быть, там, конечно, не помню, когда банк назывался, уже, по-моему, сейчас не существует. Поэтому, ну, возможно, что связано просто с мином собственника. Они попытались открыть новое, так скажем, с тем же руководством новое место, но это было где-то в Тушино, по-моему, что ли, где-то совсем далеко, и, ну, понятно, что... Ну, понятно, что это по локации проиграло, да. Да, из центра ехать туда не будет, соответственно. Ну, и потом сразу же после него открыли Small Pub, да, сначала, да, Small Pub открылся на Садовом, после потом открылся уже Hardcore через несколько лет, вот, ну, и тогда, то есть, фанатизм расцветал, и были несколько баров у нас, там, у вас, у всех движух, там, офисы, все вот это, все перло. Сейчас, конечно же, ничего нету, ни своих баров, ни офисов, ни у кого, ничего, магазины еще каким-то образом существуют, но если все останется так, как есть, то этого сур не станет. Некоторые, опять же, да, писали о том, что как ты вот все это, он хитро рассказывает, все вокруг такие были заговорщики, а вот он чистый остался во всем этом. Что ты по этому поводу можешь сказать? Очень общие фразы, в чем, знаете, где, в чем. Я же просто раз объяснил, что я вот чаще всего со стороны на это смотрел, вот прям непосредственно вот там в самой гуще, но вот чуть-чуть со стороны. Поэтому, ну, вот что видел, то рассказал. Наверное, ты оставался в стороне от всего этого, потому что все-таки никаких руководящих должностей там и не занимал. Ну, где, имеется в виду, в фан-клубе, ну, Олег у нас был руководителем, естественно, где еще там, в Ультре, но тоже Крикс там на первых ролях был, больше по ушам там ездил. Поэтому, ну, я не знаю, ну, за что, где, как, то есть, за что я мог нести ответственность? Где я нес ответственность, там я вот делал, работал, что-то там, а где я не нес ответственность, ну, просто наблюдал и рядом был, ну, да, то есть, ну, я не понимаю вопроса, честно скажу. Ну, понял. Были люди, которые прям усомнились в твоем околофутбольном прошлом, типа, да вообще, вот сколько у него драк за КВО и какая самая главная была? Драк за КВО? Да. Да, я не знаю, я не считал, ну, там 90, начиная с 90, конца 98 года и до 2005, вот за там 7 лет, да, получается, 6-7 лет. Сколько там у нас драк было? Это самый, самый околофутбольный период, наверное, в нашей истории, в нашей стране. Ну, мы там что-то мутили каждую неделю практически, я не знаю, сколько там драк было. Ну, а самая главная какая была? Самая главная? Ну, наверное, самая запоминающая, самая крупная, это, наверное, большевики были. Давай! Давай, бери, бери! А так, ну, больше мне запоминается именно, когда запомнилось, когда мы получали, то есть, когда вот где-то жестко очень, вот та история с Динамо в апреле 2000 года, когда нас около метро, там, очень жестко, там, трубами загасили. И потом в 2003 году перед финалом кубка мы встречались, билеты на кубок, там, дружу передавали, раздавали, соответственно. И мы на Цветном бульваре сидели, что-то у нас было семеро, что ли, человек из разных коллективов, то есть, там, кто-то из Фаленты, из ГФ человек был, еще там кто-то. Ну, и просто встретились, билеты раздали, соответственно, ну, ничего, погода хорошая, начало июня, по-моему, было, тепло, давайте посидим на бульварчике пивка попьем, давайте. Ну, и посидели, как раз в этот день ЦСКА играла, и мы сидим, и так, что-то голову раз поворачиваем, о, они прям бегут, прям по бульвару от метро. Ну, и все, как бы, где мы сидели, там мы все и легли. Ну, там что-то жестко было, они почему-то прям конь жестили, и там, наверное, самый серьезный побой вообще в волковой футболе, который я получал. Мне там очень жестко голову отбили, я там сознание потерял, я прям на этом бульваре лежал, там, по мне прыгали, бегали, кому-то там из наших, там, даже бутылки об голову лежащим разбивали, ну, что-то прям жестили очень сильно, хотя их было там, ну, намного больше, скажем так. Вот, да нет, да, куча всего было, и побед, и поражений, ну, это глупый вопрос, честно говоря, по поводу того, что где я там участвовал, много где. Были вопросы из разряда забавных, тоже их сейчас прочту. 15-летнему пацану сложно было понять, что фратрия зарождалась под гобынёй. Но чтобы не допереть до сих пор, это уровень. После манежки и матча в Ярике это просто смешно. Ну, Скрим-14 написал такую вещь. Ну, представляешь, в каком мире живёт человек? Слышишь, что у него в голове? Да. Прикинь, сколько там вот просто вот мусора какого-то вот накидано, из которого он строит вот эти свои замки. И вот такое вот происходит. Ладно, вернёмся к тому, что не осветили в той программе. Как раз комментаторы это просили. Володя, романтизатор фанатизма. Почему не рассказал... Романтизатор? Амортизатор. Амортизатор, да. Володя, романтизатор фанатизма. Но почему не рассказал, как был президентом мини-футбольного Спартака, и как ниндзя из Кабанова банкротил этот клуб? Президентом мини-футбольного клуба я стал не сразу. После того, как в пятнадцатом году, в августе месяце, я уволился из фан-клуба, буквально там прошёл месяц, и мой древний товарищ Игорь Снежницкий, старый фанат наш тоже, он тоже, причём стоял у истоков КВО, никогда не в бригаде, но первые, что называется, люди, из которых состав появился, как его появился, вот там Снежницкий тоже с ними общался. Он к тому моменту уже до этого два, по-моему, года руководил мини-футбольным клубом, то есть он нашёл спонсора, возродил его, соответственно, и они два года, по-моему, играли, после чего у спонсоров закончились деньги, соответственно, клуб закрылся, полгода его не было, и вот к новому сезону Игорь снова нашёл другого спонсора и снова решил возродить его. Предложил мне занять должность начальника команды, я после фан-клуба безработный с радостью согласился. Слушай, начальник команды, это всё-таки уже спортивный сегмент, у тебя опыт. Почему спортивный, административный? Ну, спортивный, административный, всё-таки это не работа с фанатами, это уже нечто другое. Да как вы там мини-футболе, какие фанаты там? Нет, я и говорю, что это несколько другое, то есть это тебе нужно, по сути, если ты начальник команды, в день матча ты должен заниматься экипировкой. Ну, вообще организация любой игры, всего процесса, тренировочного, игрового, заявочного, умового, вот всё, вся организация, всё, естественно, ложится на плечи административного штаба. А в данном случае, так как я был единственным, то всем занимался я, естественно. Ну, то есть без опыта так тебя взяли, потому что, ну, то есть никакой там специфической работы, которая... Ну, ничего такого нет, особых знаний-то не требуется. Ну, как бы заказать экипировку, не знаю, оплатить счета, говорится бы об аренде там зала, или там по выездным играм, купить билеты, ну, что в этом сложного-то, ну. Так, ты стал начальником команды. Да. Начальником команды я там проработал два года, два года, да, после чего, соответственно, в клуб пришёл Илья, как новый инвестор, и через полгода буквально Игорь решил уйти из клуба, и, соответственно, я стал президентом. И вот сколько там получается? Год. Год я проработал президентом, полтора где-то примерно, плюс-минус. Год с небольшим, после чего решил покинуть команду первый раз, первый мой уход. Они после того моего ухода проиграли что-то пару месяцев буквально, стали сыпаться. Я не связываюсь с тем, что я ушёл, если ни в коем случае так получилось. Вот, стали сыпаться, проигрывать всем подряд, и, соответственно, руководство решило закрыть этот проект, скажем так. Потом началась пандемия, и летом, в августе примерно, мы снова встретились с Ильёй и Сашкой Риксом, который тогда тоже уже в мини-футболе тоже работал, и решили, что... А чем он занимался? Ну, изначально его позвали туда как раз по работе с болельщиками, что называется, то есть создать какую-то фан-базу, организовать поддержку и так далее. Но Саня, парень с головой, он очень деятельный и правильный, и он, грубо говоря, стал заниматься развитием. То есть искать спонсоров, какие-то придумывать что-то там, истории какие-то новые, ну, в целом. И плюс ещё у нас организовалась академия, и он занимался академией, то есть развивал детское направление, скажем так. Вот. И как раз получилось так, что одна команда из высшей лиги, чемпионат по-моему, футболу отвалилась, и федерации необходимо было срочно найти ещё одну команду, а при этом уже чемпионат начался. Что удивительно. То есть уже несколько туров было сыграть? Нет, один, по-моему, тур они сыграли, вот. И команда отвалилась. Ну, вообще, конечно, какой-то парадокс. Начинается чемпионат, отваливается команда. Те люди, которые привыкли к правилам, которые есть в РПЛ или в большом футболе, они когда окунаются в миньку, ну, это ныне футзал называется, то поначалу люди не понимают, как такое возможно. То есть как? Например, ну, если ты выигрываешь вышку, ты вообще не обязательно пойдёшь вверх. Если деньги есть, пойдёшь. Если денег нет, не пойдёшь. Соответственно, и тебе, чтобы пойти в вышку, в суперлигу, вернее, тебе тоже не обязательно выиграть. То есть если деньги есть, можешь сразу заявиться. Там такие примеры были, как команда просто с нуля организовалась, и в первый же год она уже играет в суперлиге. Сильно. Так. Ну, всё намного проще. То есть бюджеты гораздо меньше, внимания намного меньше. И, ну, главное, чтобы вообще чемпионат состоялся, бывало такое, как бы, чтобы команды набрались и вообще начали играть, потому что... Так, и вот вас приглашают в экстренном порядке занять место. Чтобы занять место, мы встречаемся снова, как будто с нуля всё, обсуждаем снова там бюджет, все договорённости, делаем всё, и заходим уже в эту высшую лигу. Ну, это, не знаю, уникальный случай, не уникальный случай, но за неделю, вот за семь дней мы набрали состав, набрали тренерский штаб. С нуля. С нуля, в полного нуля. Ни одного человека не было. То есть нашли там 12 игроков, не просто каких-то по улице, а те, которые действительно могли бы давать результаты, которые, ну, известны, скажем так, по уровню, по крайней мере, и высшей лиги. Состав, тренерский штаб, медицинский штаб, закупили форму, договорились по аренде зала, по тренировочному процессу, соответственно, и ровно через семь дней команда уже играла первый матч на кубок в Ростове. Уже улетела в Ростов в форме, экипированная, уже играла. Сильно. Ну, то есть объём работы, которую мы сделали там за вот эти шесть дней, он колоссальный абсолютно. С умой, естественно, то есть со всеми делами. Как это удовольствие, понятно. А это ещё, естественно, было ковидные времена, то есть там ещё перед каждым матчем ещё надо было тесты сдавать. Ну, то есть это была абсолютно колоссальная работа, которую мы сделали вот все вместе там за эти шесть-семь дней, и команда успешно начала сезон, стартовала. И по итогу, вот буквально нарисовав эту команду на коленке, мы чуть-чуть там не хватило, чтобы выиграть чемпионство в высшей лиге, ну, стать победителем первенства, скажем так. В полуфинале пропустили во второй игре там в конце матча ещё один мяч и не попали в финал. А так у нас уже все загорели, мы прям были уверены, что мы сейчас их всех там разорвём, потому что настолько такой кураж поймали по сезону, что прям даже когда третье место заняли, прям, ну, разочарование было, обидно стало. Потому что, несмотря на то, что действительно с нуля просто вошли в сезон, так разогнались круто, что казалось, что сказка может действительно стать билем. Понял. Вот, ну и в итоге, как бы после окончания сезона, мы там уже ближе к концу сезона снова, у нас появились разногласия с хозяином клуба и... А хозяин клуба кто был? Илья. Ниндзи? Да. Так. Вот. И уже когда последний матч был у нас, плей-офф, уже договорённости у нас были, что всё, я ухожу. Ну и всё, как бы после окончания сезона я дал интервью, где сказал, что всё, как бы снова я второй раз уже ухожу из «Спартака», теперь руководитель новый будет Саш Лихачёв, Крикс, соответственно, вопрос себе к нему. Спасибо и до свидания. Ну, ребята тоже опять начали сезон, в этот раз они дольше проиграли, их что-то до февраля, до января, до февраля они доиграли, и там тоже возникли какие-то и финансовые трудности, и с игроками что-то там, какие-то конфликты начались, и, в общем, в феврале снова команда снялась соревнование, и клуб закрылся второй раз на этот раз. Ну, не скажу окончательно, но вот уже сколько лет, там, 21-го года, 22-го, ну, 21-го, два или три года уже команды нет, соответственно. А у тебя что за разногласия были? Ну, у нас это нормальная жизненная история, то есть, когда там, я, условно говоря, вижу в одном направлении развития клуба, да, как президент, а там, хозяин клуба-инвестор, он видит в другом направлении. Ну, и, соответственно, так как взгляды разные, то либо я подстраиваюсь и делаю, как он считает нужным, либо, соответственно, я ухожу. Ну, я посчитал, что мне неинтересно в таком контексте развивать, соответственно, поэтому я ушел. Ну, это, ну, без скандалов, без всего, ну, просто разошлись. Вот в комментарии, которые я прочитал, там по тону, по, как это, структуре предложения видно, что что-то там у вас не то было, да, что вот там как-то вы обанкротили. А ты хочешь сказать, чтобы все было совершенно... Нет, ну, посмотри, как бы, что значит обанкротили. То есть, когда обанкротили, люди, наверное, имеют в виду, когда какое-то есть государственное предприятие, хорошо работающее, приходят какие-то новые руководители, которые умудряются сделать так, вывести бабки, набрать кредитов, чтобы это предприятие обанкротилось, соответственно. Они все бабки украли, вывели себе и живут спокойно себе там на Канарах, условно говоря. Да. Ну, здесь-то это частная история. То есть, был предыдущий инвестор, который вкладывал деньги, он решил, что он больше там вкладывать не будет, хорошо, нашелся новый, слава тебе, Господи, который тоже стал вкладывать каким-то образом. Но деньги-то не безграничны, и потом надо понимать, что уровень высшей лиги по мини-футболу, ну, его сравнить с большим футболом, в принципе, вообще невозможно. Там внимание, оно минимальное абсолютно, как бы, и никому из спонсоров эта история, в принципе, неинтересна, чтобы... То есть, там нету, ну, невозможности заработать, невозможности распиариться на этом мини-футболе по-хорошему, вот. Поэтому, ну, если нет перспективы финансовой в этом плане какой-то, да, развития, то не каждый энтузиаст готов год за годом просто в никуда вкладывать свои деньги. Просто, чтобы существовал клуб, соответственно, без какого-либо выхлопа, ну, да, там, медальки на шею какие-то вешаются, могут вешаться, вот. Но это максимум, что может происходить. То есть, никакое, там, финансовое развитие или какого-то даже выхода в Суперлигу, ну, разговор не шло об этом. А люди как-то стали ходить, ну, движуха именно, фанаты на матчи? Мы еще, получается так, что мы немного кочевали, переезжая с места на место. То есть, изначально мы были в Кунцево. Не самая удобная локация с точки зрения того, что там от метро далеко идти. Но потихонечку там люди тоже стали приходить. С World School Friends к нам приходили, им очень нравилась акустика в зале, они там очень круто гудели, прям кайфовали от этого. Но зал очень маленький и хотелось какого-то развития. Плюс у хозяев клуба были хорошие отношения с люберцами. Ну, это еще лучше по локации, в кавычках. И мы переехали, да, в триумф. Но по локации для москвичей гораздо хуже, естественно. Но при этом люберецкая публика потихонечку стала интересоваться мини-футболом. И приходили во многом местные. А там еще и спартаковская диаспора, скажем так, довольно большая в Люберцах. Поэтому неплохо там заполняться начал этот зал. Не скажу, что прям хорошо. Ну, сколько людей ходило в среднем? Ну, минимум 300 нам приходило. 300-400 человек это вот такой минимум был. А он вмещал около 3000 этот триумф, поэтому смотрелось не очень, так скажем так, массово. Но максимум у нас был, это когда мы прям провели огромную работу специально к этому матчу. Прям сделали шоу-программу, позвали ветеранов. У нас выступал Санни Эсте, по-моему, Пачепа выступала, там какие-то конкурсы, ветераны на паркете, Олег Иванович Романцев, автограф Сейси. Ну, то есть прям вот сделали все круто. И вот на тот матч у нас было около 2000 человек. Это для высшей лиги по мере футболу какие-то космические абсолютно цифры. А после высшей там идет как на супер? Суперлига, да. Ну, то есть какая посещаемость? Суперлига? Да. Да, там тоже особо нет. Но вот есть хорошая посещаемость в регионах, там в Ухте, в Тюмени, в Югорске, условно там в Екатеринбурге на Стенаро. Там, ну, тысяча-две, то есть там люди приходят. Тысяча это уже как бы очень. Ну, тысяча, да, хорошие показатели, естественно. Ну, вот этот опыт, который у тебя был в мини-футбольном Спартаке, все-таки, ну, не каждый день же ты президентом Спартака-то работаешь. Как ты к этому относишься? Ну, это очень крутой опыт. Это я прям желаю, не знаю, там, всем иметь такой опыт, потому что... Всем побывать президентом мини-футбольного Спартака. Восприятие многих процессов, которые они видят. Например, ну, можно там, могут... Не смотрите там на руководство. Тренер плохой, неважно. Вы там за ромб бьетесь, там, не знаю, за стрелку вы бьетесь, там, за звездочку вы бьетесь, там, вы вперед, давай, там, играй. Нет. Нет. Такого не бывает. А как бывает? Люди, которые выходят на поле, на площадку, они, прежде всего, профессионалы, и они, прежде всего, выполняют свою работу. Они приходят, это их работа. Они за эту работу получают деньги. Вот. И прежде всего, для них, это самое главное, чтобы, как для нас с тобой, для любого человека, который ходит на работу, получает зарплату, чтобы все было четко, все было вовремя, все было в полном объеме, чтобы руководство не придумывало какие-то левые штрафы, чтобы все было по справедливости, чтобы, там, условно, если это какая-то компания, не знаю, она нормально развивалась, чтобы руководство там не мутило, не хитрило, не придумывало схемы какие-то, чтобы, если все четко, компания развивается, так же и с спортивной командой, с любой. Если сверху все четко, все грамотно, все вовремя, нет каких-то игр, нет каких-то обманов и такого подобного, то клуб будет играть намного лучше, и с каждым матчем все сильнее и сильнее. Как только появляются сверху какие-то истории, там что-то руководство с тренером поругалось, или какой-то агент завел своего игрока, которого, а этого хорошего убрали, ну, такой, в каждом клубе может быть. Все игроки это сразу же видят, они все понимают. То же самое, если, допустим, завели какого-нибудь там иностранца, положили ему там зарплату x3, условно говоря, а какой-нибудь там русский капитан получает в три раза меньше. Все это будут сразу знать. Это моментально скажется на игре команды, моментально. Ну да. Я с тобой соглашусь, потому что, ну, не знаю, может быть, некоторые зрители не в курсе, но довелось мне поработать великом, могучим, немного ужасным московским «Динамо», за который я болею всю свою жизнь. И вот один хороший человек, мой первый... Как правильно говорить, за который я болею всю жизнь, или за который я страдаю всю жизнь? Болестрадаю. Понял. Страдалее. Мой первый руководитель, Роман Владиславович Дьяков, говорил потрясающую вещь, которую я понял не сразу. О том, что настроение в офисе клуба мгновенно будет передаваться на команду. Сто процентов. Поэтому, когда многие говорят, да не обращайте внимания, ваше дело тренироваться, там мало ли что происходит, так это не работает, а работает это абсолютно по-другому. Что-то в офисе пошли какие-то течения, там выбирают какого-то нового там руководителя, против кого-то дружат, все, сразу все это на результате... Самое страшное, что может случиться, это задержка зарплаты на один день. Да, но тут вот на самом деле я хотел еще и подвести к тому, что не совсем я с тобой согласен и вообще не совсем согласен. Ну, я условно утрирую, конечно, может не на один день, но вот если в клубе появляются какие-то не то, что проблемы финансовые, а вот типа, ребят, сейчас там подождите, зарплата будет завтра-послезавтра, это прям настолько сильно уничтожает мораль и желание там футболистов... Ну, то есть футболист может играть на 100%, а может на 110%, а может на 90%, и вот эта разница между 90, 100 и 110, она колоссальная. Чуть-чуть не добежит, это будет незаметно, это не будет казаться, что он там специально что-то новое не ставит. Но он чуть-чуть не добежал, просто соперник оказался чуть быстрее, и вот так вот в 10 моментах вот оно и поражение складывается. Результат получится, да. А не добежал он не потому, что он специально не добежал, а потому что у него в мыслях, блин, надо где-то вечером денег занять, зарплата не дожил, а зарплата через неделю, условно говоря. Ну, это ты разговариваешь про мини-футбол. Естественно. Да, в большом футболе занимать ни у кого не приходится. Ну, там, наверное, чуть по-другому, но опять-таки, понятно, что... Я, на самом деле, хотел немножко другую тему поднять, что когда... Когда некоторые начинают сравнивать футболистов, их карьеру и с работой, да, человека, когда говорят, что, слушай, ну вот тебе предложат зарплату выше в другой компании, ты же уйдешь. Вот так и они уходят из одного клуба в другой. Я считаю, что это не очень правильное сравнение, потому что у нас в стране как? У нас есть бедные люди, есть люди среднего достатка, есть богатые люди, есть футболисты. И вот на этом уровне предложат тебе, ну, давайте так, не 10 миллионов, а 12, все-таки можно подумать о том, что у тебя еще есть какие-то, ну, клуб твой, он тебя, может быть, вырастил, может быть, за 2 миллиона не стоит переходить. А у человека среднего достатка, там, бедного, там, еще какого-то, если нам предлагают зарплату, там, условно, ну, кто-то получает 100 тысяч, ему предлагают 150, это, наверное, да. Смысл уходить из одной компании в другую. Тем более у нас никаких моральных обязательств перед организацией. Ну, опять-таки, смотри, подожди, если мы говорим о футболисте, который вот пришел, там, в 6 лет, в 7 лет в школу, в академию, там, Спартаковская, Динамовская, ЦСКА, ему повезло, он настолько крутой, я не знаю, там, либо там связи или что угодно, но он не поменял эту школу, и он все детство в одной академии провел, что на самом деле для Москвы сейчас это, ну, фантастика, такого практически никогда не бывает. Так. Потому что селекция, каждый год кто-то повыше появляется, это убирает, это приводит, там, ну, совершенно безумие происходит. Вот, ну, давай в розовом мире продолжаем жить, вот он всю эту, вот, каждый год академию он прошел, закончил академию, попал в молодежную команду, попал потом в основу, вот он в основе, он всю жизнь в одном клубе. Конечно, если такой человек говорит, о, мне предложили, там, условно, в Зените, ЦСКА, в Динамо, там, на полмиллиона больше, я поэтому ухожу от вас, ну, это да, это понятно, как бы, ты что, дурак, ты, блин, всю жизнь здесь, и, в принципе, какие деньги могут еще идти, о каких деньгах может идти разговор, как бы, ну, это странно очень, максимально странно, если нет конфликта, тем более какого-то. Но если этот человек обычный наемник, который родился, не знаю, в любом, там, регионе России, там, не знаю, Новосибирске какого-нибудь, начал там свои первые, там, шаги в футболе, потом он в какую-нибудь, там, академию, в какую-нибудь, не знаю, там, Краснодар уехал, условно говоря, там он прозанимался, потом он оказался в молодежке в каком-нибудь еще, там, в Казани где-нибудь, и вот через, там, пять лет он оказывается в московском клубе каком-то, там, в Спартаке, в Динамо, там, в ССКА. И становится его лидером. Становится лидером, забивает и все. Любимцем фанатов. А ему-то какая разница, он что, виноват в том, что он стал любимцем фанатов, он в этом виноват, он в этом не виноват, да, он хорошо, качественно выполняет свою работу, так как это спорт, это футбол, естественно, взаимоотношения с болельщиками, с фанатами тоже для клуба важно, естественно, что его там где-то подпиарили, там, он пришел на вышку, где-то он там какие-то автографы раздал, да, фанаты его считают своим, но он-то внутри остался просто обычным профессионалом, который исключительно только работает на себя, на свою зарплату, на свое имя, и его, грубо говоря, его обязывать там всю свою жизнь с одним клубом связывать, но это странно будет, у него работа такая. Вот пример Соболева. Вот я и хотел сказать, ты про Соболева рассказывал? Ну, в том числе и про него, как пример, причем ему как бы подзубья, вот если можно про дзубов вспомнить, вот дзубы как раз прошел все эти стадии в Спартаке, прям с самого низа он там прошел, и по итогу как бы ушел зенит, ну, это ладно. А Соболев-то он пришел, откуда он там приехал, уже не помню, из Самары, а до Самары он где он там был, то есть он всю свою жизнь там где-то поколесил, поэтому, ну, странно от него требовать любви, патриотизма к конкретному клубу, ну, по мне это действительно максимально странно. И я, если бы он не стал так себя вести, вот уже когда перешел туда, и стал вот эти вот там где зенит, люблю, что-то там всю жизнь хотел, там болельщики молодцы, жена в инстаграме, благодарность Алексею Борисовичу Миллеру за то, что ребенка в школу в лучшую России определили, ну, такая вот, такие слюди какие-то сладкие льются, которые прям, ну, максимально неприятно стали. Вот, просто чисто как по-человечески, ну, ты никто по-хорошему для Спартака был, и так ты и ушел, как бы, ну, почему там кто-то обижается на него, ты там предал, не предал, я, честно говоря, вот, если бы он ничего не говорил, да иди куда хочешь, такие приходят, уходят, и от нас уходили, к нам приходили, ну, мы уже живем в современном мире, да, конечно, хочется, чтобы у нас вот 20 человек, детей, они как пришли в 7 лет, всю жизнь свою проиграли в Спартаке, стали, потом в основу все эти, вот, они вошли, они вот вообще не менялись, вот они вот все время, вот, спартаковские пацаны, у них татуировки вот здесь вот все в Спартаке, они все, они с флагом по полю бегают, я не знаю, там, ну, это невозможно, это утопия, такого, в принципе, это сказка. Согласен. И, врачей Соболеву, для спортсмена, это, помимо денег, это огромная мотивация, возможность выиграть титулы, да, и здесь, ну, понятно, где он может выиграть титулы быстрее, в Спартаке или в Зените. Которым в этом году исполняется 100 лет. Что-то, правда, пока они как-то не особо там, все будет нормально, я думаю, и в Кубке, и в чемпионате у ребят. Слушай, ну, когда Динамо 100 лет исполнялось, я тоже был уверен, что это вам дадут. Да, потому что это Динамо. Но не получилось, причем, я хочу сказать, к сожалению, не получилось, как бы я не относился исторически к Динамо, там, и так далее, вот, но сейчас, конечно, я летом расстроился, ну, конечно, не так, как вы, наверное, расстроились, но тоже. Зенит достал, надоел, и лучше уж Динамо, чем Зенит. Вспоминаю, опять же, твой опыт работы на таком большом посту, руководящем в любимом клубе, хоть и мини-футбольном, мне вспоминается история немножко другая. Тоже человеку полностью из фанатья, он сначала работал на должности специалистов по работе с болельщиками в футбольном клубе Тойм. Саш Александр Никулин, который на знаменательной встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, когда нам пивко попивали, сказал, поднял руку и сказал, слушайте, вот, а что можно сделать с моим футбольным клубом? Вот у нас такой регион богатый, у нас все вот что-то там добывают, а клуб у нас постоянно вот в заднице. Не так долго пришлось ждать опять упоминания про Томь. Я из города Томска. У меня к вам два вопроса. Один, вот, естественно, почему такой богатейший регион, как Томская область, на территории которого работает около ста недропользователей, не может позволить себе содержать ни один профессиональный спор? В 2009 году вы вмешались в ситуацию, спасибо вам огромное. Казалось бы, футбольная команда получила толчок к развитию, но вот сейчас 2011 год, команда находится на сборах, половина основного состава уехала, потому что пять месяцев уже не платится зарплата. А на сборы она поехала на деньги, собранные болельщиками. Что касается Томска, то мне сейчас трудно сказать, сколько вкладывают в Томске, в области и в городе, в развитие физической культуры и спорта. Ну, надо посмотреть. Я вам обещаю, что я просто дам поручение Митвину, у них весь расклад есть, они посмотрят, сколько в процентном отношении, особенно по сравнению с соседними регионами, в Томске вкладывается в развитие физической культуры и спорта. Давайте договоримся так, я подъеду и посмотрю еще на месте. Да, Владимир. Мы с вами там встретимся и проедемся, посмотрим по этим. Хорошо, Владимир, там куда уходят, просто деньги еще вопрос. Да, это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя в лице правоохранительных органов. Владимир Владимирович сказал, разберемся, по итогу Александр становится заместителем генерального директора, не президентом, конечно, но, слушай, это уже такой прям топ уровень. Ну, тем более, это же большой футбол, это намного больше уровень. Вот, а зная Александра, человек, который там просто в тот момент уж точно влюблен абсолютно был в футбол. Очень хороший деятельный парень, мы с ним познакомились, причем еще до ВОБа, мы познакомились на выезде, на нашем первом выезде в Томск, тогда мы вывезли состав, и вот он тоже пришел в гостиницу, мы прямо там заобщались, и тогда прям плотно общались. Потом я увидел его в ВОБе, думаю, круто, знакомый. Ну, к тому, что недолго Александр проработал со своей инициативой, со своим за том, за вот это все, видимо, не получается у таких людей на руководящих должностях. Уж не знаю, почему. Ну, я подозреваю, что там, где есть государственный либо региональный бюджет, в этих клубах все чаще, мне кажется, не очень прозрачно и не очень правильно, мне так кажется. Я не хочу сейчас там приводить примеры, а вот докажи, а где то, ну вот такое вот у меня наитие. Мне кажется, что там, где бюджет идет не от хозяина, а на шараж, как это называется, то там и люди работают чаще с мыслью о том, чтобы этот бюджет освоить, а не о том, чтобы на этот бюджет сделать результат. Ну, в общем, там не до клубного патриотизма получается, по-твоему. К сожалению, наверное, да. Ну, вообще-то, это огромная тема для дискуссий, что называется, но я тоже, как и многие, придерживаюсь мнения о том, что государственное финансирование спорта – это все-таки вред. Государственное финансирование детского спорта – это огромное благо, а профессионального спорта – это вред. Господин Ловчев какое-то отношение имел к твоему периоду работы? Все-таки Ловчев – это такой символ. Нет, Ловчев не имел отношения к моему периоду работы никакого. Мы с ним нашли общий язык, он приезжал к нам на игры. Даже в рамках одной игры мы праздновали его 70-летие, вручали ему там подарки, он там говорил речи. Ну, было хорошее общение. Ну, хочешь поднимем вообще жесткую тему? Конечно, хочу. Вот у меня личное отношение с Серафимовичем там хорошее, но отношения между клубом и обществом в какой-то момент стали максимально нездоровыми. А Ловчев возглавляет спорта? Ловчев в каком-то году-то было, сейчас скажу точно, в 2019 году, в начале 2019 года Ловчев умудрился, никто не ожидал, что так случится, но он захватил власть в международном скульптурном противном обществе «Спартак», то, которое до этого возглавляло Алешину. С одной стороны, руководство футбольного клуба, хоккейного клуба, гандбольного, по-моему, тогда еще он был «Спартаком», они нашли общий язык с руководством общества и хотели совместно организовать руководство, контроль за обществом и так далее. Но Евгений Серафимович почитал устав и понял, что руководство избирается путем голосования региональных отделений. Региональных отделений в тот момент было, не буду врать, но несколько, 5-7-8, что-то такого плана. Отделения какие? Украина, Белоруссия, Казахстан, такого плана. Ну и большинством голосов, соответственно, Евгений Серафимович провел, он, вернее, провел, то есть он пришел на это заседание, увел оттуда к воруму, уехали они в другое место. То есть там такая история была. Там они провели заседание, где приняли решение о том, что новым президентом избирается Евгений Серафимович, подали документы в Минюст, благодаря хорошим связям наверху это дело все удовлетворили, и вот так вот, неожиданно, абсолютно для всех, Серафимович стал президентом Международного общества. Тебе ничего эта история не напоминает? Для таких историй... Ну вот нет, конкретно, прям, историю с ВОП, только там у вас, не у вас, а как, тогда просто не получилось поменять так же, да, провести голосование, а здесь вот... Здесь получилось, да. Какой-то флэшбэк относительно... Руководство игровых клубов, футбол, хоккей и гандбол, они хотели сделать свою ассоциацию, то есть они даже сделали, зарегистрировали юридические ассоциации, не помню, как называлось там, спартаковских клубов или чего-то такого плана, вот, но дальше просто регистрация организации не пошло дело, то есть буквально там, после того, как они зарегистрировали, через там несколько недель Серафимович взял власть в обществе, и там они дальше начали, что называется, уже... По своим местам разбегаться. Рассказываю. Рассказываю. Так. Минифутбольный клуб. Какая у нас вообще была структура, как хотелось сделать красиво? Есть вершина, верхушка, это профессиональная команда, соответственно, она должна чем-то подпитываться и финансово, и игроками, и так далее. Помимо просто вложений в, что называется, бездонную бочку от инвестора, ну, хотелось какой-то заработок. Решили, что неплохая идея, это сделать сеть детских академий по России, соответственно, коммерческих, естественно, за счет которых, ну, хоть какая-то финансовая подпитка будет клубу, соответственно. Для того, чтобы это было все юридически грамотно и законно, нужно получить разрешение от общества на использование товарного знака, соответственно. Общество готово предоставить, было, этот товарный знак без коммерческого использования. Ну, там, за какие-то символические, условно, 50 тысяч рублей в год, условно говоря, вот просто у вас на груди, вот, но ничего продавать заработать вы не можете. То есть, никакого мерча, ну, то есть, или вы продаете и отдаете, или как? Мы пришли разговаривать об условиях. Помимо Евгения Серафимовича, обществом руководят еще несколько человек. Это его сын, и это еще один человек, он является, или являлся футбольным агентом, Олег Адольфович Иеремен. И вот они включили коммерсантов, они выкатили нам условия, с которыми, ну, просто невозможно работать. Ну, то есть, я сижу, рисую на бумажке, и прямо показываю, говорю, ребят, вот на ваших условиях, если вот мы будем работать, вот при том объеме, который у нас сейчас есть, даже мы его в два раза увеличим, мы просто работаем на вас. Мы не то, что ничего не зарабатываем, мы свои деньги докладываем, чтобы вам закрыть свои договоренности с вами. О каком развитии может идти речь? Дайте нам хотя бы три года. На ноги встать. Дайте нам три года, вот мы разовьемся, вот мы откроем эти сети академии, там, так далее, начнем что-то зарабатывать. И там сядем, и уже поймем, сколько мы друг друга от прибыли, там, мы можем отдавать, вам, вернее, не друг друга, и на каких условиях еще можем работать. Вы увидите, какой у нас объем идет денежная масса, соответственно, будем понимать, чтобы это была взаимовыгодная история, как бы все будут счастливы. Нет, нет. Прямо уперлись? Нет. Нет, 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 ни в какую. То есть мы говорим, подождите, ребята, вы же «Спартак». Вы предыдущую руководительницу обвиняли в том, что она вообще никак не развивает бренд «Спартака» вообще никак. Она только исключительно зарабатывает на аренде помещений, которые принадлежат к обществу, и больше вообще ничем. А вы говорите, что мы пришли, мы будем сейчас проживать «Спартак», то есть все, вот, мы к вам приходим, мы хотим с вами сотрудничать. Мы не хотим быть, не знаю, ФК-лучик, я не знаю, там, ФК-люберцы какими-то, мы хотим быть «Спартаком». Мы все с детства за «Спартак», мы там сами фанаты, как бы все в курсе. Ходите, справки найдите, ну, как бы, вы и так знаете об этом. Давайте мы про «Спартак» будем говорить. Вот мы вам еще раз, это несколько часов происходило, вот это вот бодание, как об стену. Нам говорят, нет. Мы говорим, погодите, ну, «Спартак», 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 «Бренд», «Спартак». Они говорят, ну, «Спартак» – хорошо, но нет. И все, и мы не смогли договориться. Я понимаю, что это какая-то фигня. Ну, реально фигня. То есть приходит клуб, говорит, что, блин, вот объясняют всю ситуацию, что там заработок, там миллионы, там речь идет о десятках тысяч рублей, ну, хотя бы просто начать что-то. Нет. По итогу на этой встрече там чуть ли не до драки дошло. То есть вот уже крик оры, там вот давай, давай, там какие-то разговоры такие, то есть все, конструктива ноль. После встречи я созвониваюсь с Серафимовичем. А он присутствовал у нас? Да. Присутствовало, ну, там, по-моему, пятеро у нас было. Я с Ильей, соответственно, и Серафимович, его сын, и Еремин. И я с ним созвониваюсь, говорю, Серафимович, Еремович, это не дело. Говорю, мы все спартаковцы, мы все за общее, что называется, за развитие. А тут такая история. Он говорит, я согласен. Он говорит, давай с тобой встретимся один на один, просто хотя бы пообсудим, что происходит. Мы с ним встречаемся. И там, ну, за 15 минут мы находим общий язык. Приходим к взаимопониманию, где мы жмем, после чего мы жмем руки, и Серафимович говорит, да, все, я обещаю, все, три года вот на таких условиях вы развиваетесь. То есть не бесплатно, вы что-то платите, ну, неважно, там, да, но это адекватно. Мы готовы, как бы, на это, все отлично. Ради Спартака, ради развития, тем более, что, действительно, если было что щипать прямо сейчас, окей, можно и подумать. Ну, там нечего щипать, мы только вот начинаем все это развивать, там, нет кого откусывать. Все, пожали руки, договорились. Все, все, счастливые, начинаем работать, соответственно. Ну, и проходит там что-то небольшое количество времени, к каким-то делам, меня зовут приехать в общество, что-то обсудить, я приезжаю, а они опять все собрались. Я один, и они все собрались. И начинается разговор такой, что, Володь, ну, вот вы там с Серафимовичем договорились, но мы считаем, что это неправильно, мы как бы не поддержим это решение. Серафимович вот такой, вот, погодите, погодите, вот, типа, а он, не знаю, не в курсе был, либо сделал вид не в курсе, ну, скорее всего, действительно не в курсе был. Вот, он говорит, погодите, мы же договорились с ним, вы сейчас что-то переигрываете. А он говорит, Серафимович, ну, ты же знаешь, что, типа, любые решения даже президента должны утверждаться общим собранием, как бы, вот. Ну, мы тебе сразу говорим, мы не утвердим его, типа, мы против того, чтобы ты, типа, давал такие индульгенции фейнфутбольному клубу из серии. Вот, и Серафимович говорит, ну, вы сейчас понимаете, что вы мое слово, ну, уничтожаете, просто, вы разрушаете его. Говорит, ну, та-та-та-та-та-та, ну, и все, как, Володь, извини, типа, мы не поддерживаем это решение, типа, нет, мы не согласовали. Ну, и все опять, все сначала, то есть, разрешение на использование бренда есть, возможности развиваться, зарабатывать под именем Спартака вообще никакого нет. Причем, мы уже тогда находили каких-то спонсоров, возможных, потенциальных, которые говорили, слушай, ну, если мы можем, готовы выпускать мерч сейчас совместный, мы прямо готовы вкладываться. Если такой возможности нет, нам это неинтересно, просто ради того, чтобы мы у вас на рекламном счетах были, ну... Которую никто не увидит. Которую никто не увидит, да. Ну, как бы, нет. Соответственно, ну, вот, мы ходили-ходили-ходили, искали-искали-искали, в итоге уперлись в общество, которое просто не дало разрешения. Ну, после этого я, кстати, там недолго еще проработал, буквально еще пару месяцев, наверное, и мы уже разошлись уже окончательно там. Но получилось так в итоге, что то, против чего новые руководители общества боролись, придя в общество, они точно так же стали заниматься тем же самым. Они обвиняли предыдущее руководство в том, что тебе не дают ромб или, там, продают его задорого и так далее для использования, не развивают. То есть, ну, условно говоря, приходишь, вот, надо прийти в общество, выходит, хочешь ты какой-нибудь спортивный клуб назвать «Спартаком». Тебе как-то такие условия, с которыми, ну, тебе намного проще прийти в любое другое общество и стать другим названием. То есть, люди ставят, ну, некие барьеры, то есть, вместо того, чтобы, не знаю, там, ну, бесплатно или за какие-то символичные деньги раздавать возможность названия, да, разрешать, то есть, чтобы дети занимались, не знаю, там, в «Спартаке», в школе, неважно, какая она будет, где там, в «Спартаке», не в «ЦСКА», не в «Динамо», там, не в каком-нибудь региональном. А вот «Спартаке», они с детства бы воспитывались именно тем, что они «Спартаке», «Спартаке», «Спартаке». Нет, здесь наоборот, то есть, вот, если нет коммерческой выгоды, коммерческого интереса, никто разрешения никакого не даст. То есть, четко мы прям сидели по академии. Мы хотим, чтобы наша детская академия называлась «Спартак», естественно, чтобы дети приходили, занимались «Спартаке». Чтобы ты понимал, Ловчев-младший выкатил нам условия, помимо финансовых, при которых мы бы работали только на него, вообще ничего не зарабатывая, мы должны были у него закупать экипировку, мы должны были отправлять тренеров к нему на стажировку, работать только по его методикам, соответственно, ну и, в принципе, вот, все, что академия может делать детская, соответственно, только с разрешения общества у нас. Подождите, нафига нам это, ну, у тебя-то все это делать. Хорошо, ладно, вопросов нет у тебя. У тебя есть эта методика? Давай мы сейчас ее возьмем. Нет, она у нас там сейчас в стадии разработки условно. Хорошо. Экипировка. Ну, у тебя сейчас где-то мы можем сейчас закупить, там, не знаю, на всю академию? Нет, надо там что-то решать. Ну, хорошо, а как нам сейчас этим всем заниматься? Ну, а вот сейчас пока финансовые условия такие вот такие. Ну, просто, ну, это стоп. Это стоп, то есть желание ломать эту стену головой и называть все равно академию «Спартаком» по таких условиях, оно пропадает напрочь. Была вот эта история шикарная, как гандбольный клуб «Спартак» мужской. Да, стал ЦСКА. Момент щелчком, стал ЦСКА. Ну, я не общался напрямую там с руководителем, мы общались с ним до этого, мы знакомы, вот, как бы. Ну, я догадываюсь, почему это случилось. Потому что общество хотело от него, его выдавить максимально, общество «Спартак». А общество ЦСКА пришло и говорит, мы тебе сейчас заплатим еще, если ты ЦСКА назовешься. И тебе будем помогать, поддерживать и еще народ тебе нагонять. Ну, видимо, он не настолько до мозга костей был «Спартаковцем», сказал, о, окей, отличная идея. И он стал ЦСКА, да, я знаю, что ЦСКА ему теперь максимально помогает. Ну, там, сейчас не знаю, а тогда, да, было просто, ну, там, где тебя дуют, с одной стороны, а здесь тебе будут помогать. Да, он стал ЦСКА, его возникали все. «Спартак», естественно, армейцы тоже там, которые скажут, что это такое, вчера «Спартак», сегодня ЦСКА, ну, что это за проституция. Но если мы говорим о развитии именно спортивного клуба, то вот здесь два общества, которые, ну, совершенно разную политику проводят. Одни, пожалуйста, стань ЦСКА, мы тебе все сделаем. А другой говорит, типа, не-е-е, чтобы спать «Спартаковцем», тебе надо еще преодолеть много чего. Грустный, кортавец. Поэтому, поэтому, к сожалению, перемены в обществе не изменили суть самого общества, к сожалению. И вместо, огромные возможности для развития. Ну, что бы ни было, все равно вся бренд «Спартака» в нашей стране, это самый известный, самый крутой бренд. Это все равно, в любом случае, «Динамо», «Зенит», это все очень круто, «ЦСКА» и так далее. Но при прочих равных «Спартак» все равно более известен, более, не знаю, там, более важен, что ли, как сказать, более громкое имя. Но люди этого то ли не понимают, то ли не хотят понимать, то ли довольствуются тем, что у них сейчас вот есть, опять, там то же самое, опять вернулись к аренде, вернулись к тому, что там название стоит денег и так далее. Ну, то есть, ничего не изменилось. Давай вернемся к комментариям, тем более, что ты вспомнил сам ВОП, тема, которая, мне кажется, с десятилетиями еще будет вспоминаться. Комментарий одного из наших зрителей. «Злая ирония судьбы. ВОП, задуманный для сохранения и развития движухи, родил событие, которое в результате всю движуху и накрыло. Не будь чемпионатом мира 2018 в РФ, глядишь, и не было бы, ну, скажем, «фанайди» так называет человек, немножко другими словами. Ну, я так не считаю. Ну, в любом случае, гайки закручивались. Ну, в любом случае. И мне кажется, чемпионат мира здесь особой роли не сыграл, прям такой уж сильный. В конце концов, ну, началось прям такое закручивание после Тур-де-Франция. Понятно, что во многом это связано именно с подготовкой к чемпионату мира. И наша страна не хотела, чтобы там какие-то такие события выплескивались на странице европейской желтой прессы. Но я думаю, что если даже чемпионата мира не было, все равно бы мы пришли к закручиванию гейка. Но пришли бы к «фанайди». Ну, к «фанайди» не к «фанайди», а какие-то способы обуздать, я думаю, что обуздать фанатское движение власти бы нашли в любом случае. Ну, что-нибудь придумали бы. Давайте так все-таки разделять, как бы, да, мы про фанатизм или мы про футбол. С точки зрения фанатизма, именно, да, прямо вот фанатизма, появили, ну, чемпионат мира в России, последствия, вернее, для фанатизма, да, но они отрицательные, что там говорить. Но, блин, я помню, когда в этом Никольское, когда толпы аргентинцев, там, иностранцев, да мы все там гуляли, мы все кайфовали, что нет, что ли? Ну, круто же было, чемпионат мира в нашей стране, это офигенное событие, это очень круто было. У меня ребенок, сколько я его там на футбол таскал, там, на «Спартак», на выезд, там, даже, по-моему, ездили, да ему интересно было машинку катать, вот, по этому, по седухе, ему вообще неинтересно было. Мы однажды с ним пришли на «Спартак», с «Анжипом» мы еще играли, после первого тайма мы ушли, вот мы идем к машине, а ушли, потому что он чуть не уснул там. Мы идем к машине, и вот, чтобы ты понимал, представляешь, какая трагедия у меня была. Мне мой сын говорит, пап, а можно мы сюда больше не будем ходить? Я говорю, а почему, сын, он говорит, а здесь так скучно. Невообразимо скучно, абсолютно, ну, ребенок, ну, то есть, уснуть, практически уснул на футболе. И, соответственно, этот чемпионат мира, он после него настолько загорелся, он все матчи потом пересматривал в повторах голы какие-то лучшие, нарезки лучшие, там, какую-то тетрадку завел, что-то писал, там, что-то отмечал. То есть, он прямо загорелся этим футболом после чемпионата мира. И таких, как он, были, там, десятки тысяч по всей стране. Вот в восемнадцатом году осенью у нас был дичайший бум в детских школах, просто школы открывались, каждый день новые школы открывались, детей валило просто немеряное количество. Но воспользовались, там, не воспользовались этим бумом нашей футбольной власти, это другой вопрос. Но то, что этот чемпионат мира дал огромный подспорь к развитию футбола, тут даже, ну, спорить нечего. Слушай, ну, а с точки зрения фанатизма, ведь такие крупные форумы давно уже, они не для фанатов, по большому счету. Причем, ну, что интересно, изначально же, я уж не знаю, почему все переигралось, то ли какие-то силы вмешались и приказали организаторам чемпионата мира не иметь с нами дел, вот. То ли уж, не знаю, мы там все где-то плохо проявили, там, из-за этих скандалов и во Франции, и потом там эти были все истории, когда Александра Игоревича там, помнишь, выводили из зала заседание. Ну, то есть некрасивые такие моменты, которые, возможно, и обрубили фанатью путь именно в организацию. Ты имеешь в виду, что были шансы, что люди будут обращаться там, что ли? Подожди, но мы же изначально проводились конференции, к нам, то есть это не наша была инициатива, к нам обратился комитет от Сорокина и так далее, о том, что, уважаемые фанатские движения, подготовьте свои предложения по проведению чемпионата мира. И мы там писали, я лично делал такую презентацию, где у нас там 5 или 6 тем, мы общались и с армейцами, и с Динамо, мы общались параллельно, на связи были, чтобы у нас не дублировались темы какие-то, чтобы что-то мы где-то вместе. И это была не какая-то профанация, а мы реально прям вот сидели, думали, что интересного мы можем сделать в рамках чемпионата мира. То есть там какие-то, начиная от перформансов, там чуть ли не на каждом матче, вот, и заканчивая, там, не знаю, какой-то благотворительностью, еще чем-то. Там была куча просто у нас, мы сидели, у нас был мозговой штурм, и мы просто реально придумали интересные темы. Была встреча в Олимпийском комитете, где все фанатские движения, тогда как раз и Саша там из Томска приехал, и Каманча был, там все. И как бы это было ВОП, и те, кто в ВОП не входит, что называется. То есть мы там сидели, все руководство российского футбола было, обсуждали, предлагали свои какие-то варианты. Они обещали, что вот, да, в каждом аркомитете, в каждом городе обязательно мы туда встретили болельщиков, от фанатов туда ведем. Все было четко. А потом в какой-то момент просто хлоп, и все выключилось. Почему это случилось, я не знаю. Ну почему это ты не знаешь? Какие варианты? Мы можем догадываться, Антон, по-хорошему, да, но мы же действительно, ну, четкой инфы нет, но да, это все закончилось. И в итоге, как бы, не то, что фанатье не имело отношения к разгромизации всего этого мира, а мало того, даже там обрубили после первого же матча фанайди всем, должны были... Ну, кому-то и на Кубке Конфедерации уже его обрубили, что-то... Ну, кому-то изначально его не давали. Кому-то? Не то, что обрубили, а не давали. То есть я не мог получить фанайди ни на Федерацию, ни на Чемпионат мира. По итогу, конечно, получил, но благодаря только там, не знаю, звонкам, связям, вот этому всему. А так, нет, я прям отправил заявку, мне тут же, чоп, у них нельзя. А на Чемпионат Европы так и не получил, в итоге отправил, у меня билеты были, в Питер поехали. В итоге я отправил жену с сыном, они пошли наслаждаться матчей на России, Финляндии. А я с дочкой катался на корабликах по Питеру. Вот, и заканчивая эту свою мысль, обрубили все, все, первые должны были делать на первую игру, по-моему, тоже чуть ли не нарисовали уже, и тоже все обрубили. Почему? Почему в итоге так получилось? Не знаю. Я уже тогда не имел отношения к этому фанатскому движению, к движухе такой, то есть я не организация, я уже работал в мини-футболе на тот момент. А, ну правильно, у нас вот эти вот встречи с руководством были весной 15-го года. Как раз через 2-3 месяца нас уже, что называется, запилили, мы с фан-клуба уволились. И уже все, что в дальнейшем происходило, уже происходило без нашего участия, соответственно. И Tour de France, и все остальное, это уже было, когда мы там не работали. Ну, добро пожаловать в бывшее помещение фан-клуба, хотя для некоторых все-таки это не центр за Садовым кольцом. Ну, это зажравшиеся люди. Красная Пресня 21, это второе, скажем так, помещение фан-клуба. Фан-клуба не старого, а того, который появился в 2008 году с появлением в команде в клубе Валерия Юрьевича Карпина. Иван Катанаев вместе с Егором Петровым, АК Камри и еще несколькими заинтересованными людьми договорились с Карпином о том, что будет создан новый фан-клуб. На тот момент существовал уже российский фан-клуб «Спартак Москва», который всю жизнь возглавлял, ну, не всю жизнь, а последние, так скажем, годы возглавляет Владимир Федорович Гришин. Но, уж я не могу сказать по каким причинам, но решили, что тот фан-клуб майора чем-то не устраивал, инициаторов, соответственно, пришли к Карпину, предложили создать официальный новый фан-клуб. А тот старый, который был в Гришин? Он оставался. Он это отдельное юрлицо, которое к клубу формально отношений не имело. То есть это организация, которая самостоятельная довольно-таки, но он считался основным фан-клубом. Создали в итоге фан-клуб с руководителем Камри Егором Петровым, а в него не взяли майора. Почему? Ну, не знаю, почему там у них не хотели они его взять, братья уж не знаю. Получилось так, что майор и его фан-клуб оказались отрезаны от бюджета, от команды, от всего. Ну и старые подняли бучу, вплоть до, по-моему, чуть ли не в советском спорте интервью какие-то давали о том, что заговорщики организовали новый фан-клуб, соответственно, как обычно, старых заслуженных побок упустили. Ну и в итоге клуб отыграл чуть-чуть назад это все дело, и чтобы не носить, так сказать, раскол, нашли должность Владимиру Федоровичу и тоже его взяли в штат фан-клуба, соответственно. И вот с того момента потихонечку-потихонечку и штат так начал формироваться, где был руководитель, в итоге после Камри стал Олег Семенов, майор отвечал за регионы и за турниры. У нас, кстати говоря, благодаря этой системе у нас было больше, я же точно не смогу сказать, ну, какое-то несколько десятков, там чуть ли не под сотню филиалов по всей России, через которые, то есть это не просто какая-то номинальная там точка, а то есть это люди, которые, у которых есть, которые организовывают болельщиков у себя где-то в регионе, соответственно, спартаковских, и мы через них, соответственно, билет распространяли по этим регионам, и мы даже открыли два филиала, нет, три филиала за границей. У нас было отделение в Берлине, в Белграде и в Польше, в Елоне. То есть официально подписаны меморандумы, то есть мы расширялись, у нас вышли на международный уровень, но потом все резко закончилось, к сожалению. До этого здесь работал вместе с Камри и Масфильмом, с кем работал еще Денис Денский. И весной получилось так, что он весной звонит, ну, с ним в хороших отношениях, он говорит, я, типа, очень не хочу там работать, что-то там свои, заморочки какие-то, но, говорит, хочу, чтобы ты вместо меня пришел. Типа, это место такое, в которое нужен человек, который с головой и деятельный, соответственно. Я, говорит, вижу, что, типа, у тебя есть интерес и так далее, говорит, давай на мое место. Давай, я, конечно, с удовольствием, с радостью, чего нет. А ты в тот момент чем занимался? А я занимался в тот момент ультрой. Вот это был первый месяц, когда как раз мы с Криксом стали заниматься именно ультрасами. Деятельность, извиняюсь, первая, беспрерывная, то есть круглосуточно я чем-то занимался, какими-то делами, там, ультры, там, потом фан-клуба, фратри, ну, то есть всегда голова чем-то кипела. А то есть ты в тот момент был счастливым человеком, потому что у тебя увлечение могло стать работой? Ну, да, 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 вот этот вот счастливый билет, что называется, вытягивался. Но переговоры шли долго, то есть мы, у нас первые встречи были летом, а в итоге устроился я фан-клуб только с 1 февраля 2012 года, получается. А чем обусловлено вот это затяжное обсуждение, чем было? Ну, у крупных компаний же бюджеты формируются на следующий год, начиная с августа, там, с лета прошлого года. Вот мы, грубо говоря, летом обсуждали то, что мы будем делать со следующего года с новым бюджетом. Там целый новый штат, там, помимо меня, еще туда фан-клуб мы взяли Ваню Шиша, мой товарищ тоже Апельсин в качестве юриста, и Асю Шалимову, она у нас была простая шефа фан-клуба. Вот. И вот такой вот дружной компанией мы и несколько лет работали на благо красно-белого движения. А вот помещения вот эти, ну, все-таки я вот привязан к местам, хорошие же помещения там. У Динамо как-то мы все время базировались возле стадиона, а у вас тут какие-то эти красные пресни и так далее. Сейчас на Арбате магазин. На Арбате магазин. Вот кто... Вот этот магазин переехал на Арбату. Так а как по итогу, кто платил за аренду или как клуб? Клуб, конечно, это клуб. То есть искались принципиально такие помещения, ну, удобные по расположению, да, для всех и аренду. Ну, здесь, видишь, как, когда первое отделение фан-клуба было на парке культуры, там магазина не было. То есть там просто чистый фан-клуб. Ну, и понятное дело, что это, конечно, минус. Фан-клуб только не зарабатывает ни на чем, ни на билетах, там, вообще вариантов нет. Поэтому совместили вместе с магазином, отдали нам там в углу стойку хорошую, диванчик у нас там был. И мы там устраивали фан-клубовские всякие мероприятия бывало. Там встречи, там Карпин приезжал, какие-то игроки, автограф-сессии там делали. Ну, и просто какие-то, типа, там нас билет продавали, на выезд записывали. Ну, то есть много чего было интересного. Ну, вот этот период, когда ты говоришь, что в дружной компании вы несколько лет проработали, чем он был интересен, скажем, да? Для тебя он чем ассоциируется, вот с чем? Ну, это такой некий новый уровень. Ну, то есть от обычного фанатизма сделали шаг вперед уже какой-то там организации и помощи обычным болельщикам. У нас вообще была цель, декларированная у нашего фан-клуба, это помощь обычным болельщикам в попадании на стадион. Всяческая поддержка, что называется, людей, у которых есть какие-то вопросы возникают. Поэтому мы взяли стат юриста, потому что в итоге, ну, у многих были вопросы, типа, зачем вам юрист в фан-клубе? А по итогу мы с помощью него очень много чего делали полезного. То есть любая какая-то история, связанная с полицией, например, на стадионе правомерные действия, мы сразу же писали жалобы официальным юридическим языком, Ванька там им слал. Они потом даже там уже жаловаться начали через Верха, через руководство «Спартака», о том, что вы задолбали свои жалобы, нас за эти жалобы там нагибают постоянно. Ну, это была невидимая, но очень важная и нужная работа. Абсолютно точно я в этом уверен. Потому что, когда против них действуют их же методами, официальными, законными, юридическими, то сразу появляется желание к диалогу у них. Ну, хорошо. А вот эти вот переписки, скажем так, с органами правопорядка, на тот период были какие-то матчи, где были действительно там серьезные какие-то беспорядки? Слушай, ну, беспорядки, как говорят, что считать беспорядками? То есть для нас с тобой беспорядки, это, наверное, когда какая-то там драка, не знаю, там креслопата или что-то. А для кого-то, для обычных обывателей, беспорядки, это когда там двое человек матом что-то порали, например, понимаешь? И для каждого понятие беспорядков, оно, ну, разное. На каждом матче горела пиротехника. На каждом матче. Там от десяти единиц, не знаю, там до нескольких сотен единиц. Каждый матч, естественно, там какие-то матные заряды. Каждый матч могли быть провокационные баннеры. То есть если это считать каким-то беспорядком или нарушением порядка хотя бы, то, наверное, да, действительно, в каждом матче были какие-то проблемы. Ну и реагировали по-разному. То есть бывало, когда вообще ничего. Бывало, когда только на пиротехнику там все силы направляли, то есть распечатки, ловили пироманов и так далее. А бывали случаи, когда прям у них, видимо, какой-то приказ закошмарить. И помню, прям всю трибуну Б они там пытались, что-то... Несколько сотен человек они прям по пазикам распихали после какого-то матча там банального. И все то же самое мы сразу там с Ваней фиксировать все эти дела, нарушения, жалобы писать там и так далее. Связь опять-таки, ну, благодаря тоже Олегу Владимировичу, у него там знакомство, связи и так далее. То есть мы сразу поднимали все руководство РПЛ на уши, если что-то не так, безопасников там и так далее. Поэтому, ну, любую ситуацию, которая, по нашему мнению, выходила за правовые рамки, мы сразу подсвечивали максимально. Этот период работы, когда здесь был фан-клуб, внутренние ваши какие-то течения были, противоречащие? Ну, те самые, о которых ты рассказывал в первой программе, или здесь все было в такой хорошем смысле слова шкиль? Ну, вот пока мы здесь работали, и вот пока, грубо говоря, в руководстве клуба были Карпин с Асхабадзе, мы были как в Малине. То есть у нас никаких особых проблем внешних у нас не было. То есть старались нас оберегать, не подставлять, и мы нормально работали на благо движухи, скажем так. Ну, то есть ты и Карпина, и Асхабадзе положительно оцениваешь, вот лично твое? Да, да, да. Про Валерий Георгиевич вообще в клубе, когда он его увольняли, там женщины плакали. Ну, он действительно его очень любили в клубе, и он таким был справедливым, правильным таким руководителем. Хотя ему очень не нравилась эта административная работа, все тянуло на тренерство, и он, конечно, постепенно-постепенно все на Романа Гурамовича перекидывал. Роман Гурамович по стилю не такой добрый демократ, как Валерий Георгиевич, он, наоборот, жесткий такой, ну, не скажу тиран, но жесткий такой руководитель. Максимально, по мне, так максимально справедливый и правильный. Почему ему, его карьера в Спартаке закончилась, ну, довольно быстро, скажем так? Ну, наверное, потому что он был и есть, остается таким прямым и четким и жестким человеком, который, как бы, ну, сразу всегда и в глаза, и в лоб рубит всю правду, что называется. И поэтому он не сошелся с агентами максимально, он их там старался от клуба отрезать. Со всеми агентами? Я не могу сказать, наверное, с избранными, да, но, наверное, тема, кому-то дорогу перешел, грубо говоря. И началась вот эта вот травля и в прессе, и там, по каким-то... Это тогда стали про него, что таксист он там... Да, 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 то, что вас бомбило. И по фанатским темам тоже, когда у нас началась эта борьба за власть, когда, соответственно, появилась вторая, скажем так, вторая власть в клубе. Это Наиль Камильевич, Измайлов, и там, Жирков, вот это вот все. Соответственно, у них тоже началась борьба. И тогда появлялись баннеры как раз против Асхабадзе и в Саранске про Бамбилу, и потом на открытии арене, когда как раз и про Асхабадзе, и про Попова, и про Олега Семенова там тоже вывесили. Вот, тогда уже, да, там какие-то качало началось. А пока, соответственно, в клубе было единоначалие, то, естественно, что никто ничего не качал, и все было тихо, мирно и спокойно. Так подожди, получается, что как раз сменилось руководство? Да. И одновременно... Ну, в мае, в конце мая уволили Асхабадзе, вот. И уже перед, там, какой-то середина июля была, или начало июля, когда, там, какие-то, первый товарищеский матч, Оленичеву только вот назначили, там. И должна была быть встреча с Оленичевым, вернее, встреча с командой, но Движух сказал, мы не хотим с ними встречаться, с позорниками, только с Оленичевым готовы поговорить. А раз Движух собралась, все рули, вот, то под это дело хотели, соответственно, нас сразу запилить. Там уже давно все решили они между собой, почти все, вот, но мы тоже не лыком шито, что называется, там, с одним пообщались, с другим пообщались, типа, что происходит. Вот, и так как у них в итоге согласия общего не было о том, чтобы нас выгонять, они это дело перенесли. По-моему, попозже. Соответственно, Олег написал заявление, что-то там в конце июля, по-моему, я уже после того, как Олег уволился, я еще что-то там неделю или две сидел, поработал, и то, что написал заявление. Причем, изначально, как бы, пришел Валентин, я ему сразу сказал, говорю, я не держусь, готов прямо сейчас. Он мне говорит, не-не-не-не-не-не-не, все хорошо, типа, ты нужен, ты работай и так далее, вот, ну, я говорю, ну, ладно, посмотрим, посмотрю, что будет. Но работа никакой не получилась, потому что ему начали ездить по ушам о том, что зачем, этого тоже убираю, он здесь не нужен и так далее. Я это все видел, слышал, я говорю, Валь, говорю, ну, я же тебе сразу подошел, говорю, если нет, нет, я же не держусь. Он такой, ну, вот, там что-то ситуация изменилась, я говорю, вопросов никаких, я прямо тут же написал заявление на имя Наилка Мильча, и оно быстро было подписано, и все, и закончил с панклубом, там, через две недели после Олега, после какого-то буквально так. Еще есть комментарии, надо нашу Лену Солнышко на интервью, вот она уж точно много интересного знает. Да, Лена Викторовна, это королева, хранительная традиция, я уж не знаю, как назвать, максимальная уважуха у меня к ней, но я ей звонил, предлагал, но что-то Ленка не хочет. Не объясню, ну, нет, не объяснила, но я, как бы, не стал допытываться, не хочу, ну, нет и нет, как бы, ну, проявим уважение к Лене Викторовне, как бы, не будем настаивать. Конечно, не будем, но, если что, вдруг. Ну, если что, я думаю, что всем будет очень интересно, максимально познавательно послушать рассказы от Лены. Что касается событий, которые сейчас происходят, а они так или иначе будут связаны с Fan ID, знаю, что у тебя мнения на этот счет не популярны, хотя иногда сейчас смотрю, иногда разговариваю с людьми, даже те, которые приходят к нам в программу, еще и непонятно, какое мнение сейчас популярнее. Я, кстати, не настолько радикален, как гости некоторых твоих программ, которые призывали оформлять Fan ID, я, как бы, нет, я не призываю. А кто это у меня призывал, не припомню. Ну, не то, что прям призывали, но, опять-таки, когда у тебя, когда на диване были тук с индейцем, ну, там же прямым текстом было сказано, что, типа, это плохая идея, и я вообще думаю о том, чтобы оформить Fan ID, там, Макс сказал, да, и индейц выражался. Ну, Макс и так сказал. Ну, похоже было. Я не знаю, что должно случиться, чтобы я оказался на футбольном матче именно основном Спартака. Ты же собирался Fan ID делать. Нет, нет, это я, а он у меня есть, начнем с этого. Я, кстати, тоже собирался Fan ID делать. О, 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 О. Отдай мне. О том, что собирался оформлять Fan ID, сказал индейцом. А, ну, Вол сказал, да. Макс тоже что-то таким образом поддержал. Ну, он там как-то пошел, что вообще он у меня уже есть. Ну, я к тому, что я не самый радикальный в этом вопросе. Я призываю для начала начать ходить на кубок максимально. То есть то, что делают «Зенит» и «ЦСК», я считаю, что это абсолютно правильно. Вернемся чуть назад. Я уже говорил, по-моему, в предыдущей программе о том, что это огромная ошибка, что не было сделано единого заявления от всех движух. Потому что это бы намного лучше сыграло в пользу фанатья, чем отдельные заявления, естественно. Но если вернуться сейчас в наш 2024 год, то ничего не упущено. Прошло несколько лет. Ситуация тихо-тихо-тихо не меняется, а остается прежней. Фанайди введен. По словам власть придержащих, никто его отменять или хотя бы закрывать на РПЛ. Его не собирается, соответственно. Все мы прекрасно понимаем, ну, все мы, большинство из нас прекрасно понимает, откуда растут ноги, и кто, грубо говоря, с какой организацией инициаторы этого фанайди. Но, да, это очень серьезные противники фанатизма в нашей стране. Очень серьезные. Но поднимать ручки кверху и кричать, все, сдаемся, нас больше нет фанатизма, я считаю, что не нужно движухам. Ни в коем случае. И даже несмотря на то, что тогда не объединились и не сделали заявление совместного, сейчас все равно ничего не мешает это сделать. Я считаю вообще, что пришло время для организации, назовем так, нового ВОБа. Что сейчас самое время топовым движухам страны договориться между собой о том, что пускай это будет там юридически неофициальная организация, я не знаю, или официальная, неважно совершенно. Но некая, новый ВОБ некий, некая новая общность должна сейчас родиться. Я, это мое мнение. То есть не то, чтобы я там знал, что какие-то переговоры или что, нет, я в этом вообще не в курсе ничего. Может, такое сейчас и... Ох, сейчас меня начнут там полоскать, что я там продвигаю Вова. Но я хочу... Он меня даже не предупреждал от таких заявлений. Да, это сюрприз. Я хочу верить в том, что не только у меня такие мысли в голове есть, и в том, что люди, которые имеют возможность влиять на развитие фанатизма в нашей стране, и те, которые сейчас занимаются его развитием, они тоже задумываются о том, что как вот эта банальная история, где один прутик в венике, да, легко сломать, а целиком в веник тяжелее, хоть и невозможно, но все же тяжелее. И здесь сейчас, ну, для того, чтобы продвигать интересы фанатизма, и вообще, чтобы он не умер в нашей стране, я считаю, что пришло время к объединению. Тем более, что мы видим все, как на фанатские турниры, которые проводились в Орле, в Питере, приезжают все движухи. То есть Динам приезжает в Питер играть в футбол, да, в Орел приезжают вообще все. Все играют, и помимо фанатской темы, еще же, да, у нас сейчас есть тема, связанная с СВО, с гуманитаркой, с поддержкой пацанов и так далее. И если здесь сделать организацию, которая будет отстаивать фанатские интересы, которая будет общаться с властями, с РФС, с другими заинтересованными организациями по теме фан-айди, отмены, неотмены и так далее, то есть хотя бы просто начать дискуссию. Это то, о чем, кстати, говорил Шпрыгин тебе, о том, что за эти два-три года не сделано ничего, абсолютно, нет ни выстроен диалог, ни с кем из тех, кто бы мог на это повлиять. Ничего не понимаю. Ты сам сказал, что более-менее ясно, да, вы же говорите, ясно совершенно конкретно, откуда растут ноги этих введений, и что с этой организацией, ну, бесполезно что-то. Не бесполезно, но есть же общественное мнение, есть общественное мнение, есть в конце концов... И как общественное мнение может влиять на данную организацию, то... Ну, есть же в конце концов у нас и всеми нами любимая, уважаемая администрация, которая на Старой площади у нас находится, и там тоже люди изучают и общественное мнение, и какие-то тенденции и так далее. Если это общественное мнение будет складываться в пользу отменов, а найди, ну, наверное, кому-то, может быть, попросят сделать шаг назад, или какие-то найдут компромиссы. Но для того, чтобы что-то изменить, нужно что-то делать. Ничего не делать, значит, ничего не изменится 100%. Под эгидой этой организации, в том числе и заниматься благотворительностью, гуманитаркой и так далее. То есть показать, что мы не просто типа поорать хотим, а мы вот фанаты объединились, все же сейчас занимаются гуманитаркой, движухи там по отдельности, фирмы по отдельности и так далее. Это можно делать под общей гидой. Показывать, что фанатизм – это не только про драки, это еще и про патриотизм, про правильный патриотизм. Не про «Ура», а про действительно важную и правильную помощь. Показывать не только, опять-таки, в том числе драки где-то там в подворотнях, а показывать действительно там что-то красивое и то, что найдет отклик и у молодежи, и у обычных обывателей. Когда ты говоришь громко так, что не побоюсь этого слова «новый лоб», у людей наверняка, которые видели, что это, видели, может быть, даже участвовали кто-то в хорошем смысле, в позитивном для себя поучаствовал в этом, кто-то в отрицательном для себя поучаствовал, у них сразу «это же опять деньги», «это же опять дележка», «это же опять…» Почему? Не знаю. Ты думаешь, таких ассоциаций не будет, когда они слышат люди «новый лоб»? Слушай, ну любая какая-то новая тема, которую кто-то начнет развивать, она всегда будет подвержена критике. Кто-то скажет, типа «вот вы это делаете, потому что хотите заработать», «в это делаете, потому что вам какой-то пиар нужен». Ну, здесь надо четко понимать цели. Если есть цель, вообще, в принципе, как мне кажется, в спасении такой субкультуры, как фанатизм в нашей стране, а потом уже там о ее развитии можно говорить, сначала надо спасти ее, чтобы она не умерла, то можно, наверное, не слушать какие-то эти разговоры о том, что там дележка, не дележка. Есть цель. Я считаю, что вот этот способ путем создания организации это очень хороший и правильный способ. Если кто-то это сделает, мне кажется, что есть огромный шанс, что выстроив нормальный диалог с властями, мы, я имею в виду, что фанатизм, может каким-то образом отыграть назад всю эту историю с фанатей. А кто должен этим заниматься? Кто эти люди, которые сейчас готовы, могут, по-твоему, Ну, это хороший вопрос. Опять-таки, я не имею отношения к руководству, там, условно, спартаковской движущей, я даже во многом сейчас не знаю, кто там в Совете Фратри принимает решение. Ну, кого-то знаю, кого-то нет. Ну, есть люди же, да, которым, наверное, интересно, вообще, в принципе, существование и развитие фанатизма. В Питере 100% таких людей куча есть. А Орловские, ну, наверное, они не просто так тоже организовывают турниры и так далее. Им тоже это интересно, 100%. Во всех движухах есть люди, которым это интересно, которым, в принципе, могут на энтузиазме, без денег, какие-то действия производить, которые скажутся в хорошем плане на развитии фанатизма в нашей стране. Это должны быть молодые люди, потому что на энтузиазме и без денег, люди в 30+, я с тобой согласен, согласен, но молодые, немолодые, кому это интересно, Антох? Если глаза горят, ну, какая разница, какой возраст? Нет, я просто, понимаешь, я смотрю на все эти разговоры с призмой реальности. Возможно ли вообще вся эта история без денег? Ну, а почему нет? Нет, без денег, ну, то есть ты имеешь в виду, что... Ну, чтобы не было этих разговоров. Возможно ли взрослому человеку заниматься, условно говоря, развитием движух, вообще, в принципе, общением с властями по поводу развития фанатизма и, не знаю, там, сбором гуманитарки без заработка себе в карман? Да. Ну, вот сейчас условно тема, там, занимается гуманитарка, они без заработка в карман себе занимаются этим. Наверняка. Ну, наверняка. А что мешает? Организовать... А кто, по-твоему, должен возглавить это? Человек, который возглавит все это? Хороший вопрос. Есть ли у меня в голове образ лидера, скажем так, в этой движухе? Ну, я, честно говоря, давно не общался с питерскими. Я сейчас не знаю, что там у них происходит. Не знаю, что Руслан с Макасином, они там как-то давно поругались между собой. Когда вот еще я там имел отношение к руководству, к фан-клубу и так далее, ну, они были таким прям рафинированными фанатами. Такими вот, как мне казалось, ну, не то что кристально честными или чистыми, но вот они прям про фанатизм. Вот прям вот за свой зенит они готовы были за своих фанатов зенитовских, они там, не знаю, пойти на личные жертвы вообще легко готовы были. Например, да, я не говорю конкретно про них, но вот какие-то такие вот люди, у которых любой, не знаю, может сказать, что типа, блин, да, это про фанатизм, это не про бабки. Ну, есть такие люди, как бы, ну, наверное, если между собой движухи общаются, люди могут решить там, кому интересно, кто там развивает за коммерцию, за магазин или за что-то еще, а кто-то чисто за фанатизм. Если таких людей нету, ну, все. Ты предлагаешь... К сожалению, значит, наша движуха умерла. Все, на этом все. Ты предлагаешь, как у нас в стране принято выбрать руководителя из Санкт-Петербурга? Нет, ты мне спросил, как мое мнение, кто. Я вот как пример, не то, что я прямо вот я ткнул на них пальцем, вот как пример фанатов, которые про фанатизм, вот мне кажется, что вот как пример... Эти парни, по крайней мере, в те годы, они вот олицетворяли именно фанатизм, вот с точки зрения фанатизма. Может, кто-то из Орла, не знаю, кто-то еще. Я говорил, что я сейчас довольно далеко в принципе от людей, которые принимают решения где-то в движухах, даже в наши, не говоря уж там о ЦСКА и Динамо. Ну, я уверен, что такие есть. Но если таких нету, я повторюсь, ну, все, значит, на этом, да, к сожалению, мы умерли все. Проблема огромная в том, что нет притока молодежи, вообще практически крайне перекрылся. Я вот и в блоге написал, что если еще 10 лет назад в каждом классе, в каждой школе везде были какие-то ультра-соофники и так далее, сейчас их просто нету. Ну, просто их не существует. Вот у меня младшая дочь в втором классе, старшая в шестом классе, соответственно. И я в школу приходя, я вижу там старшеклассников всех, нет, фанатов нет больше. В школе фанатов сейчас нет. Может, какие-то единицы где-то случайно появляются, но это какая-то случайность. Массового такого явления нету. Соответственно, фанатизма нет подпитки молодежи. Что это произойдет через еще два года? Ну, все, там останутся единицы. И так сейчас уже смешно сравнивать количество, которое было 10 лет назад, и которое сейчас где-то на трибунах собирается. На порядок меньше. А все только хуже будет, соответственно, если ничего не делать. Может быть, как говорит Лебедев, ну, умер и умер. Ну, тогда о чем мы здесь с тобой сидим вообще? Слушай, ну, просто... Ну, диаметр рисуем седыми. Во многом программа-то ностальгическая. Ну, а хотелось, чтобы она была хоть какой-то имела смысл для развития, да? Хотелось бы. Хотелось бы. Иногда вот мне некоторые люди говорят, что как-то это может тебе и плевать просто на все. Да нет, я с удовольствием бы пришел бы на стадион. Не на матч с Тудроц, а на матч со Спартаком. Вот убей, но я не понимаю, почему Спартак не ходит на кубок. Почему? Ну, в чем причина? В том, что вы изначально сделали такое заявление, и теперь его не может сделать 10 назад. А почему? Ну, если для развития вообще движухи спартаковской, блин, нужно, чтобы хоть каким-то образом вы привлекали молодежь. Молодежь может быть привлекаться только, когда вы будете на основу ходить. Красивый, сделать перфы. Везде это пройдет, по всем каналам, пабликам. Везде разойдется. Дети это увидят, молодежь это увидит. На следующий матч они тоже там придут, условно говоря. Вы там будете пропагандировать, что фанайди это плохо, не знаю. А вот не надо оформлять, на кубок мы ходим. Ну, то есть какая-то движуха. Я говорю, здесь пример это зенит для меня, честно говоря. Они прям молодцы. Они понимают, что вот куда надо идти, что надо делать, чтобы о них услышали, о них заговорили. Они противопоставляют, показывают, что вот с ними вот так, без них вот так. Спартак не делает ничего здесь. И мало того, меня поражает такая мысль, она мне в голову пришла, и я не могу ее выгнать из головы своей. Но и объяснить этот феномен я тоже нормально не могу. Сейчас, в 2024 году, случилось так, что интересы рулей фанатского движения, спартаковского, скажем так, и интересы силовых структур, они совпали. И те, и другие не хотят, чтобы фанаты ходили на футбол. Удивительно. Но это так. Ну, давай так. Наверное, все-таки фанаты не хотят ходить на футбол. По разным причинам все это делается. Никто не мешает ходить на кубок. Не надо фанайди оформлять. Приходи на кубок. Хорошо. А если по итогу вводится фанайди на кубок, тогда что? Тогда они ходят, а не на кубок. Ну, я говорю, это же комплекс мер должен был быть. Не просто пойти на кубок. Я начал с того, что надо сделать организацию. Организация вступает в диалог с Минспортом, с РФСом, с клубами, с журналистами, со всей любой публикой, которая, в принципе, в этот процесс вовлечена вообще в футбол каким-то образом. Отставит свои интересы. Проводится круглые столы. Я не знаю, что мешает-то. Если есть возможность отставить свои интересы, давайте их отстаивать. Ну, просто поднять лапки кверху и сказать, типа, ну, я, как в той японской поговорке, буду сидеть ждать, когда меня пройдет труп и фанайди, и тех людей, которые его водили. Да хрен его знает, кто раньше-то сдохнет. Я за то, чтобы что-то делать. Ну, я свое мнение сейчас высказывать не буду. Я его часто высказывал в своем телеграм-канале. Кстати говоря, подписывайтесь и на мой телеграм-канал тоже. И вспомнил я его не зря, потому что буквально вчера в моем телеграм-канале была тема, посвященная книге «Больше Бена», которую написал Сергей Исакин, он же спайкер. И ты пришел в комментарии и сказал, что знал этого человека. Ну, не то, что прям близко мы с ним общались, но знакомы были, да. Ты сказал, что прям был очень настоящий. Что ты имел в виду? Ну, вот такой вот какой-то, знаешь, искренний парняга. Вот прям вот искренний. Если он о чем-то рассказывал, то он прям как-то вот вдушевленный. Если он полез в драку, то он прям вот там, вся жизнь его там как будто он всю жизнь в этой драке, я не знаю. Ну, вот во всем такая какая-то вот, не знаю, субкультурная искренность какая-то такая. То есть он же не был прям фанатом. Он там скорее каким-то, не знаю, там тусовщиком или с музыкой что-то связанное было. То есть когда я вот с ним познакомился, это там его, не знаю, первые какие-то выезда были, условно говоря. Он просто в этой тусовке там общался. Но вот мне показался настолько искренним и правильным таким парнем, прям, ну, было приятно действительно очень с ним общаться. А где вы с ним познакомились? В автобусе, в Элисту ехали в 98-м году на выезд. И вот как раз первый выезд в Элисту, там, после матча прямо на секторе драка с милицией, соответственно, у него там глаза горят, он куда-то там летит, с какими-то ментами куда-то толкаться, то есть все, это все на эмоциях, это все искренне там. Я говорю, а вы там еще, ну, это первый выезд, и местное население не знало, как с нами надо, и мы понятия не имели, что там они, вот. И такое, как бы, все друг на друга смотрели, не знаю, как объяснить. Ну, вот он прям какой-то, он горел всем, он прям такой, прям, искренний был очень. Как мне казалось. Наверное, так и было. Как обычно, типа, автобусы вывозят со стадиона, а тогда прям автобусы загнали прямо на беговую дорожку. То есть мы из тректора вышли, прям сели на беговую дорожку автобусы, прям вот так вот. И выезжали там, что-то нас через город везли, и он на этих эмоциях там, вот, там, драка с калмыками, с ментами, и он там, да, жопу голую в окно автобуса там показывал. Ну, такой какой-то там, все же молодые. А готовились к этому выезду, собирали состав, потому что, ну, национальная республика, что называется, что там будет, его бог знает, ножи, не ножи, там. Вот, и ехал состав очень хороший, там, заготовленные всякие средства были подручные, но у них сломался автобус, там, что-то не доезжая до... Где-то под Волгоградом, короче. И они на игру не успели. И мы на обратной дороге становились... У нас, дорогие Карлос, 50 мест, и еще 50 человек сверху залезло. И они грустные все, говорят, у нас... Ну, говорят, там, арматурку, говорят, покрасили даже. А мы в таких эмоциях, там, драка с ментами, с колбыками, там такое, все, беспорядки. И они такие, прикольно. А что за компания была, в которую он ехал, ты писал что-то? Ну, это такая, как бы, тусовка была... Они там и с Орловскими общались, по выездам такие больше. То есть не хулиганские, больше такая, тусовочная. Это вот все вот эти выражения, там, самое известное, там, дать по щам, условно. То есть щи, это лицо, голова. Это все вот оттуда. Вот я в комментариях написал, ты, может, не понял, фразу пердеть на бичествах. Это разговаривать на этом сленге. Бичество, это вот этот сленг у них, типа, назывался. Там, без сипа, стос, тема. Эти вот все истории. Подчисленные с пельменами. Ну, да, там целый словарь, там, реально огромный. Вокабуляр. Вокабулярчик, да. Вот. И это настолько было прикольно, что вся молодежь, которая там ехала с ними в этом автобусе, просто вот, пообщавшись полчаса, все, потом несколько лет вся движуха у нас только так разговаривала. Без сипа, стос, щи, у тебя сипец, и вот это все. Вот. И вот, соответственно, он был в этой тусовке там с ними. Ну, самый, наверное, известный парня, Готбориныч, который там в Ультрас Ньюсе писал вот эти вот шикарные истории, как они там в Нант гоняли без виза, там, Кот в Гамбург тоже там. Ну, он такой путешественник очень. И еще там хорошо писал. Как бы это тоже очень сильно привлекало там молодежь, вот эти рассказы о выездах. Блин, очень круто. В первой программе мы с тобой стояли когда около Фратрия на товарищеский переулок Дом 1. И я начал тебе рассказывать про, как мы приехали в Иркутск, когда были на тройнике. Вот. А ты перевел тему, спросил у меня про, то есть, засчитался золотой или не засчитался, и все, и тема ушла. А историю хотел бы рассказать. Котанаеву в голову пришла эта шедевральная фраза про нас забыли в находке, прямо в этой газели, что мы ехали. Там не газель, там какая-то это, и праворукая японская была машина. Нас забыли в находке. Ну и все. И вот будучи где-то там в поездах, в перегонах, там, из Владивостока, там, не знаю, до Улан-Удэ, или где-то мы ехали, где связь словилась, там, смс-ками что-то мы организовывали, вот эту вот тему в Москве. И в итоге она, где... Какая тема? Это был следующий домашний матч. Весь сектор должен был прийти на футбол, 15 минут прошизить, вывесить, ну, там, 15, сколько-то, не помню, вывесить баннер. Нас забыли в находке. И все уйти должны были. Раз уж такая возможность есть, давай, давай-то расскажу. Значит, мы приезжаем в Иркутск. Двоем у нас было. То есть мы разделились в Улан-Удэ. Ванька с девчонками, и с одним еще парнишкой, они остались в Улан-Удэ, а мы поехали еще с одним парнягой в Иркутск. В Иркутске мы сразу поехали на Байкал. В Байкале провели весь день. Вернулись где-то там после обеда обратно в Иркутск. Ну и что делать? До поезда, там, нет, типа, серии, там, 4 часа до поезда, условно говоря. Мы пойдем, сходим на стадион на местный. Пойдем, посмотрим, что она звезда, по-моему, что войск команды называлась. Пришли, а мы с этими сумками такие-то, все, с баулами. Пришли на стадион, что-то там открыт вроде, дай зайдем, сфоткаемся, давай, заходим. Подходит к нам какой-то, типа, человек, ну, работник явно местный. Типа, ребята, а вы, человек, кто? Мы говорим, да мы вон едем с находки, типа, за «Спартак» болеем. Вот, типа, зашли к вам сюда. Он такой, а, да, это, типа, там, это про вас эти истории там все были. Мы такие, ну да, про нас. Давай, кто не смотрел первую программу, что за история? Сейчас это расскажу. Мы заходим, соответственно, он говорит, пойдемте, 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 я к нашему президенту отведу. Ничего себе. Приходим, там сидит, ну, то ли он президент, то ли гендиректор, я уж не знаю, там, ну, какой-то руководитель был, соответственно, кабинет. У нас заводят. Вот, типа, ребята из Москвы, он такой, типа, что за ребята из Москвы? Говорит, да вот они, типа, едут из находки, с футбола, с «Спартак». А у него вот лежит «Спорт-экспресс» на столе, где на первой полосе, вот эта фотография сектора ушедшего, и написано, нас забыли в находке. И мы говорим, во, это нас забыли в находке. И он такой, а, чего, как? Ну, естественно, рассказали там все, он тоже там какой-то там старый футбольный функционер где-то там, а мы говорим, мы, типа, в Казань на выезд едем сейчас. Он говорит, о, я с Курбаном Бикиевичем где-то там работал, вы ему привет обязательно передавайте. В общем, что-то там ля-ля-ля-ля, мы сыграли в этом «Дети лейтенанта Шмидта», когда, да, понимаешь? Да. Примерно такая же история, но то есть у нас реально забыли в находке. Ну, мы особо ничего не просили там, конечно, что там, но он говорит, типа, нет, ребят, давайте так, что вам здесь ходить, одним гулять? Вот вам пресс-атташе наш, иди, говорит, с ними, покажи им, пройди по городу, экскурсию, все им расскажи. Ну, и вот мы ходили, он нам все рассказывал, рассказывал. Ну, такая вот прикольная была встреча с руководством Иркутской звезды. Вот эту историю я тебя тогда оборвал. Да, да. Это к тому, что действительно в этих путешествиях может происходить абсолютно какие-то фантастические вещи. Встречи неожиданные с людьми, которых ты даже, не знаю, там, не мог даже подумать о существовании, о том, что они где-то встречаются, чем-то помогают, что-то какое-то новое общение, там, что угодно может быть. Опять-таки, в этом Илан-Удэ вот была история. Мы, чтобы оттуда уехать в Иркутск, мы там ехать, что, 3 часа, 4 часа, ну, не очень долго, там, ну, полночи, условно. Мы такие, давай возьмем самый дешевый билет и просто до тут доедем, там, не знаю, ну, давай, что там у вас, общий вагон есть. Какой поезд-то там? На ушке Иркутск. Мы такие, знать не знаем, окей, давай. Оказалось, что на ушке, это граница с Монголией, по-моему, и какой-то там контингент едет в этом поезде, ну, прям, максимально лютый. И вот мы стоим на вокзале в Иркутске, ну, и так вот, типа, платформе народ рассыпан, то есть нет такого, типа, объявляется прибытие поезда. Поезд такой-то прибывает, там, на какой-то перрон, типа, сели, нумерация с такого-то там, совоставили с этого. И так вот плавненько, плавненько, смотрю, как будто они к нам все так концентрируются, концентрируются, то есть вся эта публика, которая была размазана по перрону, она начинается концентрировать в одном месте. Мы только на это стоим, смотрим, не поймем. И вот подъезжает этот поезд, и этот общий вагон ровно перед нами встает, он один во всем поезде, общий вагон. И оказывается, что вся эта толпа, которая была на перроне, она вся в этот общий вагон и ломится. И там стоит молодой парень, проводник, русский парень. А это все буряты. То есть прям вот они вот все. И так как это общий вагон, понятно, что их там культурный и социальный уровень, он очевиден. И вот мы вдвоем стоим такие вот. У нас каждой секунды глаза так все больше и больше расширяются, потому что мы видим, как вот эта толпа, она начинает этот вагон штурмовать. Я не помню, лезли ли они в окна. По-моему, даже в окна лезли. Ну, то есть там безумие. Там, не знаю, человек 200, на эти там сколько там, 50 или сколько там мест. Ну, 50, да. Вот. Они это штурмуют туда. Мы так стоим, смотрим, мы даже боимся залезть. Вылетает из толпы один из местных, скажем так. Подлетает к нам. И прям вот с максимальной агрессией. Че приехали? Че вы стоите там? Ну, я не буду говорить там, какие-то российские там или какие-то националистические вещи, которые он нам говорил. Но смысл был в том, что вы здесь чужие, убирайтесь отсюда. Мы говорим, чувак, а мы че здесь стоим делаем, думаешь? Мы тут приехали, что ли? Мы пытаемся уехать, только сейчас двоим офигеваем от того, что нам в вагон войти не можем. В общем, он нам поугрожал чего-то и убежал куда там дальше штурмовать. Ну, мы зашли в этот последний, в этот вагон, так смотрим, там все, там на каждой полке по 10 человек просто. Я говорю, ну, пошли, говорю, в курящий тамбур, там, говорю, сейчас сядем, покурим, подумаем, что делать будем. Сели туда в тамбур, сидим, как бы, головы тяжелые, что делать-то, как бы, можно и в тамбуре доехать эти, там, 5 часов, но, как бы, трэш. И вот приходит этот человек в тамбур. Ну, и такое уже, чуть бы спокойнее, то есть уже без агрессии, такое прям ярко выраженное, что называется, но, типа, интерес есть к нам какой-то. Он такой, типа, ну, че, там, что-то разговор пытается затеять, мы, естественно, отворачиваемся, очень неинтересно нам. И он такой, я шаман вообще, бурятский шаман я. Да, 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 шаман, да, бубен твой, где шаман? Вот. И он, говорит, что, не верите? Нет. Ну, то, что не верим, он говорит, слушай, ну, типа, окей, молодец, вот так вот. Он меня смотрит и говорит, ну, вот смотри, у тебя есть прибалтийская кровь. Угу. И я вот прям, я стою, и я теряю дар речи. А у тебя есть прибалтийская кровь? А по мне есть, реально есть прибалтийская кровь. То есть у меня бабушка, она из Восточной Пруссии, там, вот, из Калининграда, вот это вот. Ну, об этом вообще никто не знал никогда. И он мне говорит, у тебя есть прибалтийская кровь? И я вот такой, думаю, это он просто пальцем в небо, или реально у них, у шаманов, какая-то вот эта вот, не знаю, они что-то видят. Так. И как бы я говорю, блин, а когда Спартак будет чемпионом? Он тогда, кстати, нет. Я уже был про Динамо спросить. Про Динамо спросить я не сообразил. Может быть, он там сразу и сломался бы на месте. Задымился бы. Задымился бы, да. Ну вот, и вот такая вот странная история, то есть я реально никогда не верил в какие-то шаманизмы и прочее, но человек просто сходу, ну, не знаю, вот так ткнуть пальцем в небо, ну, не знаю, можно, нельзя. Ну, я реально тогда офигел. Да. А ездите на выезда и встречайте шаманов, спрашивайте у них, когда Динамо будет чемпионом. А заканчивая разговор, проводница добрая увидела нас, Игорь Цинки, идите в соседний вагон, там типа нормально. И нас какая-то, они нам дали одну купешечку отдельную, и мы там спокойненько доехали уже до Иркутска до этого. Пожерели, так сказать, двух белых русских. Я напоминаю, что мы до сих пор ищем проводницу, которая пришла бы на другой проект, проект с дивана, и рассказала бы, как ездила в поездах с фанатами. Могу переначать тогда, наверное, лозунг Дональда Трампа, да? Так. Make fanatism great again. Ого. Мы сейчас... Давайте вернем фанатизм, снова сделаем его крутым, великим, и самой крутой субкультурой в нашей стране, в которую молодежь будет тянуться, и субкультура, которая будет эту молодежь воспитывать в правильных патриотических тонах. Ну, на этих замечательных словах мы программу заканчиваем. Я Владимиру уже вручал футболку, у него уже есть. А среди зрителей программы, как обычно, разыгрываем футболку в движи, вам нужно оставлять комментарии под этим видео, и один самый залайканный комментарий вот его автор и получит замечательную футболку. Мы отправим ее в любое место, где бы вы ни находились, но и вы всегда будете в движи. Помню, были времена 15 лет назад, когда все бились за клуб, а не за фирмы, которые бивали на собаках. Выезда, последний хлеб с майонезом делили.